школа божественности она для того чтобы взять себя буквально за руку и перевести в этот уровень познания где уже нету я и он а где есть я есен в познании себя в этом состоянии которое позволит тебе оперировать с божественной природой а не просто ждать что какая-то божественная природа будет с тобой взаимодействовать человек является жизнеобеспечивающим центром всей планеты круговорот огромных энергий началь сил властей только через человека мой друг это та новая ипостась в которой бог решил жить сам лично сотворяя землю у человека по сути своей выбор только один признать свою божественность как явление отца это жизнь сознание ныне что ты божественный реально не пойму что они те кто послан влиять на небеса и на землю меня видно слышно помашите ручкой значит видно и слышно аллилуйя пока еще мы присоединяемся подключаемся ты можешь если ты не видишь своего друга подругу брата сестру обязательно переслать в личку ссылочку на зум чтобы каждый человек был тот кто должен быть а где андрей а вот не скажу сегодня я вас буду развлекать но это не точно собирайте собирайтесь родные так видно и слышно хорошо отлично вы все видели да мы в чате написали что у нас будет сегодня причастие с очень особенной молитвой пастыря я даже сама не знаю в чем ее будет особенность у нас все особенные молитвы но вот что то он задумал будет конкретно молитва о вас кто принял первое решение и едет несмотря на какие то трудности на школу Павла я сегодня утром включила начало школы божественности там у нас был первый урок это было послание о третьем небе пастыря, которое он давал на школе апостола Павла в 23 году я прям знаете как окунулась в эту атмосферу когда мы там все вместе были там эти танцы, песни, общение такое потрясающее вас всех по кому камера скользила и прям знаете так наполнилось таким радостным ожиданием и вот просто хочу знаете чтобы вот просто поделиться этой эмоцией это очень важно переживать эмоции переживать эмоции поэтому очень хочу и очень вас вдохновляю чтобы вы ожидали этого времени особенно если вы едете за каким-то ответом поэтому вот самое время тебе подготовиться эмоционально внутренне наполниться этим ожиданием и уже приехать там и не раскачиваться потому что многие приезжают вот повырвались там из каких-то рутин работ там ну все что угодно и нужен какое-то знаете там время да чтобы настроиться на правильную волну так вот у тебя сейчас есть этот месяц чтобы реально настроиться и просто стяжать то зачем ты приедешь потому как ну я общаюсь да многие люди у нас же сейчас горячо очень потому что регистрация полным ходом есть еще административные всякие моменты договоренности вот и поэтому ну есть много общения с вами пишут в личке делятся и ожиданиями и для чего они едут там пожалуйста ко мне лично подойдите и так далее вот и я просто вот вдохновляю обадриваю чтобы вы на самом деле приехали уже туда подготовлены чтобы не нужно было там три-четыре дня а вот прямо сейчас начинайте молиться видеть созерцательно то для чего вы поедете переживать эту эмоцию уже сейчас потому что школа апостола Павла она уже началась она уже началась и как только вы переступите или сойдете на трап самолета вы должны уже вот прям реально такой заряд бодрости почувствовать пережить что вот оно вот-вот-вот все осуществится вот ну и вот наш пастырь драгоценный а вы думали что его не будет у меня просто задавали вопрос а где же Андрей привет да да у нас в Турции реально гроза шумит прям дождь за окном такой мне как сразу все улыбаться стали вот что значит пастырь пришел привет пирожочки драгоценные так шалом какие мы классные красивые я всегда с таким интересом вас рассматриваю всегда с таким интересом ваши личики ну что готовы пообщаться то что я сегодня скажу мои родные это вообще не просто о школе Павла какие-то объявления там нет то что я сегодня скажу это будет твоим вот знаешь что ли как ядром таким ну даже основанием так вот то что я сегодня друзья мои хочу с вами поделиться школа Павла это всего лишь такой знаете как в данном в данном контексте в этой теме это просто пример но я хочу поделиться вот с вами кто действительно хочет быть на школе кто хочет поехать или уже едет или еще в барении в каком-то поехать как поехать я хочу вот вас благословить этим уроком вот тем что я сегодня хочу сказать одни реально вы почувствуете сегодня большую похвалу другие вы сегодня просто у вас реально трансформируется вообще подход к любому делу вот ну и много разных эмоций и третьих может быть и четвертых и пятых я хочу чтобы то что я сегодня буду говорить оно стало вообще вашим кредо основанием таким знаете девизом ко всему что вы делаете и я имею власть об этом говорить потому что я так живу об этом знают вот сидят меня слушают мои родители наверное сынок где-то тут не вижу его но я думаю что он здесь потому что он едет на школу Павла тоже вот моя жена может сказать и вся моя команда кто со мной давно даже и не только давно знают что я так живу поэтому буду говорить со всякой властью и даже где-то возможно немножечко употреблю какой-нибудь легкой строгости хорошо вам такое нормально все вы тут не какие-то обидчивые птенчики собрались а тут знаете ли ух кто собрался ой-ой-ой кто тут собрался боги да все боги народов идолы а вы небеса сотворили поэтому поэтому вот так да-да-да вот именно так это молодежь меня вообще они делают мой вечер это просто вообще аллилуйя готовимся к ремню от Андрея да не какой ремень вы что итак родные мои сейчас мы чуть-чуть с вами помолимся я хочу чтобы уши были максимально открыты я хочу чтобы глаза были максимально настроены видеть и поэтому мы чуть-чуть дадим волю не чуть-чуть а вообще дадим течению двинуться хорошо в конце я вас прошу всех остаться до конца независимо от того сколько у вас времени в конце у нас будет причастие да уже эти счет помазания вы чувствуете что вы как будто уже на школе Павла я сам целый день перед зумом хожу в таком состоянии как будто забурлило по-настоящему все с понедельника когда я объявил что будет Пасха на школе Павла я почувствовал что поменялась просто вот так атмосфера просто вообще просто радикально наполнилась силой всякой подготовительной работы даже мне стали звонить люди я уже думал не поеду но как услышал про Пасху думаю ну как такую Пасху можно вообще пропустить все я еду и позвонили мне и раз и два и три несколько людей позвонило что поеду и это правильно я чувствую что просто вообще поменялась атмосфера поэтому пользуясь случаем мы уже там мы в шоке не знали что не знали что не знали там про Пасху вот именно понимаете люди иногда не попадают куда надо именно потому что они чего-то там не знали а мы знаем мы знаем подними так палец и скажи а мы-то знаем сделай так а мы-то знаем вот так хорошо давайте порелаксируем буквально пару минут мы в конце примем причастие я дам возможность задать вопросы любые любые вы заметили что пастор Андрей любит отвечать на вопросы любит я так иногда когда говорю готовьте вопросы на передачу Я говорю, готовьте погрощие вопросы. Такие самые, которые задают мои враги. Спросите у врагов, что у меня спросите. Вот такие вопросы мне задавайте. Вот такие. Неожиданные. Можно даже заранее не говорить. Знаете почему? Потому что Иисус сказал, я дам вам такие уста, которым не могут противостоять даже царей. Никто вообще не сможет противостоять. И мне так нравится видеть работу этих уст, этой трансляции в своей жизни и служении. Поэтому я говорю, давай, давай, давай. Камон, бэби, сейчас я тебе приделаю. И наслаждаюсь тем, как дух так движется в ответах этих. Это просто эйфория. Я вам советую всем верить в свои уста, что они ответят так, что никто после вас уже ничего не скажет. Аминь. Ну, поехали. Создай себе сейчас наслаждение, потому что реально, чтобы твои глаза видели, уши слышали, должен быть мед на устах. Мед. Как и Анафан поел метку и прозрел просто. Аллилуйя, отец. Спасибо. Я благодарю тебя, мой чудесный отец. Животворящий дуб. Я одно с тобой. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Я растекаюсь в тебе сейчас. Я наслаждаюсь в тебе сейчас. Я одно с тобой. Я вижу тебя. Я благословляю тебя. Я источаю благодарение. Эту силу совершенства на всё, на всё, что попадает под моё влияние. Я источаю эту силу благодарение. Эту силу совершенства. Благо всякому, кто в соприкосновении со мной. Повторяй это со мной. Благо всякому, кто в контакте со мной. Всякому, кто попадает под моё воздействие. Благо. 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 Аллилуйя. Благо. 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 Ничто не останется незамеченным. Я вижу больше, больше и больше. Больше и больше. Отец, я в наслаждении. Я в восхищении. Скажи со мной это. Я в восхищении. я восхищение и восхищаюсь я сияние и я сияю я в эйфории недра твоего во внутренности твоей блаженство вовеки о чудесный отец чудесный бог я прямо сейчас высвобождаю помазание этот дух премудрости и откровения к познанию отца познанию мира сына божьего прямо сейчас это помазание проявляется на твоем сознании разум воспламеняется и глаза видят видят как никогда твой золотой ковчег сияет золотое сознание христово сияет помазание течет по тебе я сейчас вижу позвоночник у кого-то исцеляется это не собрание исцеления но позвоночник исцеляется прямо сейчас позвоночник я вижу как нервные окончания отходящие от позвоночника восстанавливаются восстанавливаются затылок перестает болеть у кого-то аллилуйя и уши начинают лучше слышать слух восстанавливается слух восстанавливается я говорю я говорю слух восстанавливается во имя иисуса помазание бушует в твоей комнате в твоей внутренности в твоем теле помазание бушует в твоем сознании и расширение происходит и скажи со мной это имя которое превыше всякого имени ешуа 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 животворящий дух премудрость божья свет и соль и камень всего созданного в прошлом настоящем и будущем и скажи это себе я был есть и гряду халилюя аллилуйя ух да скажи ух ух благодать ух благодать уши закладывает как в самолете так потому что мы же в космосе ребята вы что и все небо здесь была такая история я расскажу для хорошего еще больше хорошего настроения однажды наши братья пятидесятники пошли в тюрьму проповедовать евангелие сейчас поймете откуда эта фраза взялась пошли в тюрьму проповедовать евангелие и там же пришел в тюрьму проповедовать евангелие православный батюшка и они значит пересеклись там и этот батюшка такой начал на них ну что сектанты пришли сюда шо вы тут этих заключенных с пути истинного сбиваете я вот хожу сюда я им тут служу значит это все и ходил значит этим веничком камеры ну не камера двери камер там окроплял водичкой как будто но это что-то там дает знаете эти братья которые пришли в тюрьму проповедовать они говорят брат ну что ты гонишь ты вот этим веничком тут машешь зайди к людям в камеру хоть скажи пару слов вообще что бог их любит зайди не маши веничком здесь это все как бы ритуал а ты зайди пообщайся батюшка ну молодой и он боялся в эти камеры просто заходить потому что там зэки сидят шо им говорит там наш они короче сами заходили в камеру и когда дверь открывали взяли батюшку туда затолкнули и дверь закрыли короче этот батюшка ну такой посмотрел что дверь закрыли и уже деваться некуда зэки сели на него смотрят и он такой что-то как там процитировал короче из библии такой благодать там тарата что-то там такое знаешь ну я не знаю что он там говорил ну что так наконец-то что-то сказал и как сошел на него святой дух и как давай он там им говорить проповедовать первый раз в жизни вообще потому что деваться было некуда и короче выходит с камеры вот с такими глазами а эти стоят смеются он такой благодать сошла какая я вспомнила сейчас тоже как у нас на домашней группе помнишь мы молились и один помощник пастыря он стоял возле шкафа а на шкафу на сидел кот и а он лысый помощник и в общем кот этот хвост светил ему на лысину и вводит туда-сюда а этот такой с блаженным лицом то ли такой я так пережил пас поймазание такой дух святой гладил меня по голове да он стой его так молюсь и прямо дух святой гладят меня по голове там а там а там просто кот на шкафу сидел и хвостом ему так вот это тоже благодать так вот батюшка пережил благодать и такой уху благодать сошла знаешь это иногда себя надо взять вот так подставить и ощутить эту благодать Ну что, драгоценные, вы готовы послушать? Готовы? Помаши рукой, если готов. Видишь, Олечка сразу сбежала. На самом деле она любит напротив сидеть. Она сейчас будет напротив меня сидеть и слушать. Вот это настроение. Просто огонь, огонь. Хорошо, родные. Смотрите, я сегодня скажу вам один из своих могущественных секретов, каким образом я побеждал всегда любые обстоятельства. Когда ничего не работает, вот кажется, что ничего не работает, ничего не получается, или наоборот хочется уровень новый, и как будто ты вот на месте топчешься, и что-то у тебя не получается. И вы этот способ, его примените, некоторые из вас примените, чтобы, во-первых, приехать, во-вторых, если вы даже уже едете, вы поймёте, как нужно ехать на самом деле, потому что некоторые несерьёзно едут вообще. И в-третьих, вы себя реально, особенно те, кто едет не просто послушать классных спикеров, ну, даже не просто классных, а самого классного спикера, вы поймёте, что ехать надо... Спасибо, кто поддержал. Вы поймёте, на самом деле, как надо ехать. Потому что на самого классного спикера нужно ехать особенным образом. Друзья, вы мне прощаете такие шутки вообще, да? А то, знаете, ну, потом рассказывают, что там, знаешь, Яковишин там понты колотит там и так далее. Яковишин колотит понты иногда, конечно, тут как тут по-другому вообще. Иисус тоже понты колотил, поверьте. Ладно, я потом про это расскажу. Смотрите, друзья, самое главное, самое главное в принятии решений и в решении разных ситуаций — это что? Подумай сейчас минуту над этим вопросом. Что самое главное нужно, чтобы принять правильное решение и решить любую ситуацию? Вот, у нас уже свидетельство, затылок перестал болеть. Аллилуйя! Кстати, не забывайте свидетельствовать. Помазание сегодня на позвоночнике там двинулось. Обожаем ваши понты. Оу! Ну, класс! Кто-то обожает мои понты. Круто! И смотрите, самое главное, что нужно в принятии правильного решения, чтобы всё получилось, это мудрость. Премудрость. Почему? Помните наш меч Соломона. Я говорил, что премудрость она держит в своей руке, первое, в правой руке, что она держит у нас? Долгоденствие. Скажи вслух, долгоденствие. Дело в том, что долгоденствие — это не слово, которое означает, вообще означает нетление, вечную жизнь. Потому что речь идёт не о долгих, многих днях, а долгоденствие — это один долгий день, вечный, называемый ныне. Потому что именно премудрость, которая является Сын Божий, Сын Божий называется премудростью, он же называется вечной жизнью. Премудрость — это и есть вечная жизнь. Поэтому, когда речь идёт о долгоденствии, речь не идёт просто о том, что ты проживёшь все 80, а ты 90. Нет. В руке премудрости вечная жизнь. Иисус об этом говорит, я дам жизнь вечную, даю, значит, она у меня есть. Аминь. Ну, с этим понятно. Что в левой руке у нас, у премудрости? То, что вам очень нравится. Богатство и слава. богатство, да, вот это. Богатство и слава. Из них слава важнее. И вот почему. Слава — это чрезвычайный, очевидный успех. Я это повторяю, чтобы вы напомните в сознании, чтобы всё на свои места стало. Слава — это очевидный успех. Помните, что успех может быть таким, что о нём никто не знает. Но слава — это успех, о котором все знают. Понятно? То есть, когда говорят прославимся, прославимся, знаете, это означает, что успех у нас будет такой, успех будет такой, о котором все узнают. А если бы им сказали, ну, у вас получится, вот, например, ну, какая-нибудь музыкальная группа, вы будете очень хорошо играть. Это успех. Знаете, слаженная группа, всё там, они играют, хорошую музыку сочинают. Ну, а вас никто никогда не узнает. Скажите, это слава или нет? Это какой-то успех. Успех, что сработались, спелись, там, знаете, но славы нету. Никто об этом успехе не узнает, ни о хорошей музыке, ничего. Ну, поэтому слава. Слава — это очевидный успех. И в руке премудрости очевидный успех. Вот, например, чтобы воплотить свой проект, свои желания, нужна премудрость, чтобы все увидели, что ты реально смог это сделать. Вот написано, что в руке премудрости есть этот успех. То есть, даже применительно к нашей теме, там, что поехать на школу, вот успех, чтобы пришел в этом вопросе, нужно проявить премудрость. Вы здесь? И ты сидишь, вот молодцы, и ты сидишь, может быть, и думаешь, ну, я уже голову тут сломал, как проявить эту премудрость, чтобы у меня все получилось? У нас тут дождь усиливается, уже прямо аж шумит. Это знак, знак. И вот, для чего нужны, например, нам такие проекты? Такие проекты, друзья мои, нужны не просто для того, чтобы лучшего спикера послушать, не просто, чтобы пережить там Божье присутствие, потому что все эти пункты заманухи, пережить присутствие, там, Господь меня чем-то благословит, там, исцеление, ну, по сути-то, можно вообще сказать, что так это и дома можно пережить, и это правда. Тогда для чего ехать? И вот, внимание, друзья мои, есть моменты, когда, о которых пишет Соломон, и мы о них тоже озвучивали, но я хочу сейчас вам раскрыть и показать это. Когда он говорит, «Покупай премудрость всем имением своим». То есть, позвоночник исцеляется у меня. Аллилуйя. То есть, слушайте внимательно, что значит купить премудрость? Например, я сын Божий, я и так есть премудрость. Меня назвали, ну, меня отец называет, ты премудрость. Значит, казалось бы, не надо мне ничего покупать, я и так премудрость. Так вот, купить премудрость, это обнаружить в себя, что ты, твоя ипостась, это премудрость. Это не покупка откуда-то. Это что-то, вот то, что мы называем купить, это какое-то действие, которое поможет мне открыться, как та самая премудрость, у которой в руках богатство и слава, и жизнь вечная. речь идёт не о том, чтобы это получить, а о том, чтобы это проявилось. Кто смотрел последний эфир, когда я говорил, нету ничего такого, что ты мог бы получить извне, всё будет доставаться изнутри тебя. то есть, чтобы тебе обнаруженным быть как премудрость Божья, тебе нужна ситуация, в которой, которая поможет тебе открыться, как премудрость Божья. И если действительно, и если действительно какая-то ситуация поможет мне, внимание, поможет мне обнаружиться или проявиться тем, у кого в руке успех и деньги, и вечная жизнь, это не просто, что у меня загробная жизнь. Давайте скажу так, что вам вообще это понравится. Успех и деньги, а вечность, это означает, что так будет всегда. Вау! Вот то, что мы говорим, это не закончится никогда. Друзья мои, вечная жизнь, это жизнь, которая не закончится никогда. Какая жизнь? Жизнь в успехе, очевидном, то есть в славе. Мы говорим, Бог живёт в славе. Что это означает? В постоянном, известном, всем вокруг успехе и богатстве. Поэтому, когда восклицают, люди Агнцу Божьему, они говорят, достоин ты принять богатство, благословение, славу, то есть это всё твоё. И когда они говорят, достоин ты принять, друзья мои, разве это означает, что у него этого нет? Это означает, что имеющему приложится. Вот если ты есть ипостась, премудрость, ты есть премудрость Божья, есть ситуации, вызовы определённые, которые помогут тебе проявиться как это. Вы понимаете, о чём я говорю? Недостаточно просто взять и сказать, ну, знаешь, я премудрость Божья, зачем мне что-то делать, куда-то ехать, идти на какие-то вызовы. Я и так оно, но это должно быть явлено. Например, всем таким людям духовным, которые говорят, я и так оно, ну, я и так это вот, премудрость, я тогда спрашиваю, а почему, когда у тебя нету денег, и тебе они нужны, тебе бы не сказать точно так же, а мне не надо деньги, у меня они и так есть. Ну, почему-то, когда денег касается, ты говоришь, ну, есть это в духе, понятно, но мне надо, чтобы это проявилось в руках. Так ты говоришь или нет? Так. Премудрость, она тоже должна проявиться таким образом, чтобы это было очевидно, потому что слава это очевидно. Я сейчас подвожу, мы сейчас будем дальше глобальные вещи такие говорить. Ты бы хотел проявиться, не просто быть в духе, как премудрость, а проявиться, как та личность, у которой в одной руке богатство и очевидный успех, а в другой вечная жизнь, так, чтобы ты её мог давать, ну, или как прикасаться ею. И к тому же, когда мы говорим, что вечная жизнь в твоей правой руке, это означает, что так будет всегда. Потому что бывает, что в твоей руке есть богатство и есть успех, но когда ты не понимаешь вечной жизни, ты будешь бояться, что это не навсегда. Очень важно, чтобы прежде всего была вечная жизнь в руке, когда ты буквально говоришь, в моей правой руке гарантия, что так будет всегда. Вот что такое вечная жизнь. Вечная жизнь в правой руке, это гарантия в твоей руке, может, ну, знаете, как выражение, это в моих руках. Вот, в твоих руках, в твоей основной правой руке должна быть гарантия, что успех и богатство это навсегда. Это навсегда. Скажите, то, что я сейчас описываю, вам нравится? Ну, еще бы это не нравилось. Я хочу, чтобы ты снял сейчас с себя все вот эти дурацкие религиозные предохранители, когда ты меня слушаешь. Вот здесь надо слушать без предохранения, друзья мои. Поняли? Предохраняться это не от Господа. В данном случае, в данном случае. Поехали дальше. Итак, когда говорится покупать всем имением, я задаю вам вопрос. Я понимаю, что вы сейчас думаете, что вы знаете, к чему я веду. Вы не знаете. Когда Соломон говорил покупать всем имением, как вы думаете, он говорил к имеющим деньги или не имеющим? Ну, если покупать всем имением, наверное, все-таки к имеющим деньги, ну, тогда его послание только для финансово состоятельных людей. зачем тогда нам его читать, если у нас, например, нет денег? Но в том-то и дело, что Соломон говорил это ко всем, пишет нам Елена и правильно пишет. Соломон говорит ко всем, без исключения людям, покупай премудрость всем имением. В контексте того, что я сказал, он говорит, внимание, иди на всё, на любую ситуацию, чтобы проявился, как премудрость Божья. Дело не в деньгах, потому что имение это не только деньги. например, твоя сила и радикальность это тоже ресурс, это имение, потому что у меня есть смелость, а у кого-то её нет. Ну, например, он не чувствует себя достаточно смелым, и такие люди, они мне пишут, они говорят, не все такие смелые, как ты, не все такие безумные, как ты, не все такие там ещё что-нибудь, как ты, и я думаю, видишь, он понимает, что у меня есть ресурсы, дело не в деньгах, дело не в деньгах, поэтому, когда Соломон говорит, покупай всем имением своим, он говорит, даже если у тебя нет денег, тебе надо осознать, какой у тебя есть ресурс вообще для того, чтобы войти в эту ситуацию, которая проявит тебя. Это ещё не всё, друзья мои, сейчас только самое начало. Вы здесь? Итак, он говорит, фраза Соломона, покупай себе премудрость, покупай себе явление себя, как вот премудрости Божьей, всем ресурсам, которые у тебя есть, то есть иди на всё, нету денег, есть что-то другое. У большинства людей, друзья мои, услышьте меня, ради Бога, я вас очень прошу, у большинства людей нету денег в их обычном положении для того, чтобы учиться, для того, чтобы какую-то премудрость к себе поехать куда-то, у большинства людей нету, тогда кому же пишет Соломон? Правда заключается в том, что когда ты сидишь на одном месте и, например, хочешь, вот это называется, остаться при своих и ещё и премудрость получить, то есть не делая ничего, не не идя ни на что, не платя ни за что, взять и проявиться. Ну как? Если ты не выйдешь на ринг, чемпионом мира тебе не стать. Вот в чём правда. ринг — это возможность. Ну мы же чемпионы, конечно, мы чемпионы. Если ты не выходишь на ринг с сознанием, что ты чемпион, тебе и на ринге не победить. Но сознание, что ты чемпион, это не повод не выходить на ринг, это повод выйти и победить. Когда мы что-то о себе говорим, я сын, так выйди, как сын и победи, покажи. Когда ты говоришь, что я богач, выйди и поступи как богач, даже если денег нету. А какой нужен ресурс для этого, чтобы выйти? Смелость. Ресурс, который дублируется на протяжении всей Библии, это не бойся, не бойся, не бойся. Это круче любой валюты. Выйди. Итак, кто из вас уже хочет быть премудростью, которая в одной руке держит постоянство, в другой богатство и славу? Кто уже хочет? Вот конкретно, сейчас буду говорить рецепт. Аллилуйя, аллилуйя. Вот неужели вы больше меня хотите? Я вот не могу поверить вообще. Тогда двигаемся. Сейчас я вам открываю секрет. Это так просто, друзья мои. И когда я сейчас буду говорить, каким образом проявить эту премудрость, речь пойдёт о том, что ты проявишься вот здесь на Земле, вот в это время, в этом измерении, не просто там где-то в духе, конкретно, конкретно, как премудрость. Я практик до мозга костей, и я так живу. Итак, вы готовы это услышать? Апостол Павел пишет такие слова. Я буду их сейчас раскрывать, чтобы это было понятно, просто даже ребёнок. Он говорит, если хочешь быть мудрым в этом веке, в веке сём, не где-то на небесах в загробной жизни, здесь, сейчас, здесь и сейчас, если хочешь быть. Он говорит, будь безумным. Вот и весь секрет. Он говорит, чтобы тебе проявиться как личность, у которой в одной руке непоколебимость и вот постоянный успех и постоянные финансы, а в другой руке вот это успех и финансы, тебе нужно быть безумным. Вот так проявляется Сын Божий. И сейчас я скажу, как это сделать. Вам уже нравится секрет мой? Оказывается, знаете, религия, она вас чуть-чуть обманула, друзья мои. Нас всех чуть-чуть она обманула. Она сказала, ты знаешь, вот если ты, например, раздашь нищим всё имение, вот это будет похоже на безумие, и тогда твоя мудрость, ну, в глазах Бога ты будешь мудрым. Хочу сказать, это неправильное толкование, потому что в глазах Бога быть мудрым можно и в потусторонней жизни. Знаешь, как он взял, умер, и там ты весь такой премудрый. А он говорит, он не сказал, если ты хочешь быть в глазах Бога мудрым, будь безумным. Он сказал, если ты хочешь быть мудрым в этом веке, мудрее всех, будь безумным. И в церкви сидят такие люди и говорят, о, наша мудрость, она небесная. Она не века сего премудрость, она небесная. А Павел даже их подкалывает и говорит, да, вы мудры во Христе, а мы безумны Христа ради. То есть, оказывается, есть еще средний вариант, церковный, такой религиозный. Он, имей мудрость, брат, имей мудрость. Не, не, не это, как это сказать, не безумствуй, имей мудрость. И вот такие люди, они превозносились над Павлом, которые реально, и вы знаете имена тех людей, которые были мудрыми во Христе, которым писал Павел. Ну вот Павел же писал кому-то, выговорит, мудры во Христе. И я такой думаю, Павел, мудрые во Христе, нам так нужен иногда совет мудрых во Христе. А кто те люди, которым ты писал, что они мудрые во Христе? История умалчивает. Неизвестно ни имен, ни фамилий, никто не знает. Почему? Потому что их успех не был очевидным. Он не был таким сногсшибательным, чтобы с их, так сказать, мудростью во Христе мы могли узнать о них что-то. А чей успех был сногсшибательным и чрезвычайным? Павла. Вот этот парень говорит, а мы безумны Христа ради. Ну так я и хочу сказать, читаешь Павла премудрость, его служение, и просто тебя ошарашит вообще. Обалдеть вообще. Вот это успех. Всю Азию обратил ко Христу. Ну и не только. Его послания обогатили миллиарды людей. И финансово. И не только. Понимаете? То он говорит, мы нищие, но многих обогащаем. То есть многие люди. Кстати, мы, когда будем на школе Павла, его еще никто не знает. Но мы поедем в одно местечко, и там у нас будет пророческая такая движуха. Это место, где оно связано очень сильно с золотом и процветанием. И мы там будем совершать специальную молитву. Я верю, что не просто я верю, я точно знаю, получил откровение, что многие люди, они там почувствуют себя миллиардерами. И потом пойдут и сделают это. Специальное место Бог нам дал. Потом я скажу вам. Поэтому, если вы едете, это будет бомба вообще. И вот, Павел, это был действительно успешный парень. Вот на самом деле, о ком можно сказать, что в левой руке богатство и слава, а в другой жизнь вечная. Так вот, друзья мои, я хочу продолжить и задать вопрос. Когда тебе нужен успех, когда тебе нужна премудрость, когда тебе нужно проявиться, как тот, у кого в руке богатство и слава, у меня вопрос к тебе. А на какое безумие ты идёшь, чтобы это проявилось? Он же и сказал, хочешь, чтобы это проявилось, будь безумным. В лучшем случае верующие люди идут на то, чтобы быть мудрыми во Христе. И они такие сидят и говорят, о, знаешь, мне Бог дал откровение. Я поеду на школу Павла. Всё, я уже знаю, я это вот принял прямо, хорошо так вот сидеть дома, знаешь, не идя ни на какое безумие, получить какое-то там откровение, а потом не приехать и сказать, что Бог там ошибся или что-нибудь такое. Или сказать, о, нет, за день до выезда Бог мне дал новое откровение, что не надо тебе ехать на школу Павла, я тебе дома всё дам. Ну, такие клоунады, я постоянно с этим сталкиваюсь. И они такие, знаешь, это уже даже не мудрость, а когда люди умничают просто. умничают, пытаясь сделать духовный вид, они обосновывают всю свою, весь свой трэш, извините, вот этот, обосновать весь трэш, у тебя там не получается, ну, просто скажи, что не смог я, не получилось быть безумным, например, будь честнее. Вместо этого они продолжают мудрствовать и говорят, что Бог ещё какое-то откровение дал. Такой Бог, знаете, что то одно у него, то второе. Ну, Павел сказал, что у нас да, это да. Да и аминь. Поэтому хочу сказать, что ожидать от Бога, послушайте меня, это касается не только поездки в школе Павла, потому что некоторые финансовые, извиняюсь, прорыв из-за этого получить не могут. Они мудрые во Христе, они не могут пойти на безумные вещи для того, чтобы в один момент обнаружить в своей руке настоящие деньги. Сейчас я скажу, что такое безумие. Итак, вопрос. Быть безумным. На какое безумие ты идёшь, чтобы обнаружить в своих руках то, о чём я сказал? Ведь премудрость, написано, обнаруживается шагами безумия в мире сём. Если ты хочешь обнаружить свою премудрость в духе, для этого хватит мудрости во Христе. Вот мудрость тебя умудрила, что ты Божья мудрость, что ты помазанник, и ты такой сидишь в это, веришь, радуешься. Но почему-то это не выражается ни в деньгах, ни в успехе. Вот странно. Но дело в том, чтобы в мире сём, в веки сём, то есть в реальной, как ты говоришь, жизни, всё, что тебя окружает, это проявилось. Тут безумие надо. Безумие. Здесь мудрости недостаточно. Вот ты позовёшь своих друзей к себе в гости и скажешь, вы знаете, перед вами премудрость Божья. Вот посмотрите на меня, я премудрость Божья. Они такие посмотрят на твои дырявые носки, разбитый телефон и скажут, ну, есть такое выражение, если ты такой умный, что ты такой бедный? Так или нет? Бедным быть не стыдно. Как там говорят? Да, бедным быть не стыдно. Но мне кажется, что когда ты застрял в этой бедности и всё время у тебя так, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. И поэтому, когда ты им это скажешь, они тебя спросят, ну, а почему ты так говоришь? А ты скажешь, ну, Бог меня открыл, я Сын Божий, я ипостась, я премудрость. Они скажут, ну, как-то это нельзя ни на хлеб намазать, ни руками потрогать. Они захотят это увидеть. И Бог свидетель. Как захотелось бы в этот момент тебе что-то им показать. Знаешь, позвать их туда, где можно это увидеть. Знаешь, ну, там, угостить их чем-то, чтобы они хотя бы увидели, что у тебя процветание какое-то и что успех какой-то есть. Не только в деньги. То есть тебе захочется, чтобы это было очевидно. Аминь. И еще один момент. Внимание. Ожидание от Бога. Вот когда человек говорит, я доверил все Господу, я ожидаю. Это вообще Ветхий Завет. Это премудрость из Ветхого Завета. Понимаете? Скажу почему. Это в курсе Меч Соломона я говорил об этом. Помните это выражение? Доверь Господу все предприятия твои, и они состоятся. Помните? И люди Нового Завета до сих пор в этом живут. Они говорят, я доверяю Господу, Он там все сделает. Знаете, в чем суть? Суть в том, что в Новом Завете Господь — это ты. Поэтому доверяй себе и действуй. Вот и все. Доверяй себе свои предприятия, и они, гарантия прямо написана, они точно состоятся. на сегодняшний день, когда написано, что Отец отдал все в твои руки, а ты говоришь, я отдаю все в руки Бога, так Он в твои руки это отдал. Вы что, в пинг-понг играть будете или что? Здесь вам не футбол. Пасы отдавай. Он уже отдал все в твои руки и сказал, царствуй, все под ноги твои ляжет, если ты примешь эту позицию. Я сейчас не хочу только мотивацией заниматься, я вам отдаю секрет. Смотрите, ожидание от Бога. Слушайте внимательно. Ожидание от Бога. В этом есть определенная премудрость, но она устарела. Это Ветхий Завет. Жизнь в тени будущих благ. Вот ожидать от Бога — это жить в тени будущих благ. Ну, когда-нибудь это исполнится. Я жду. Я жду. Ожидание — это полностью Ветхий Завет. А Новый Завет — это управление. Я не ожидаю. Я делаю так, что все получится. Вот в этом и есть безумие. Ну, как я могу? А он говорит, всем ресурсам, всем имением ты должен брать и управлять всем ресурсам и всем имением, и все получится. Итак, вот мой секрет. Каждый раз, когда я стою перед трудной ситуацией, неразрешимой, перед большими желаниями, которые превосходят мои возможности, скажу даже прямо перед амбициями, которые мне… Знаете, вот можно я вас спрошу? Вы, конечно, все люди очень смиренные, неамбициозные. Наверное, я один такой дурак, который очень амбициозный, такой, знаете, мне надо много. Вот мне надо много. И у меня есть такие амбиции внутри, такие желания, что для меня лучше умереть, чем от них отказаться. Вот серьезно. Из-за этого я кричу. У меня там есть микс такой, когда я под музыку кричу. Или будет, как я хочу, или мне это вообще не надо. Мне вообще тогда ничего не надо. Или все, или ничего. И я это не просто так кричу, потому что есть желание. Знаете, вот Иисус это описывал. Ревность по доме твоем снедает меня. Дом Божий – это слава, это успех. Он достоин, чтобы люди были в шоке от твоего успеха. Чтобы они просто сказали, как ты это делаешь? И я на таком уровне, что мне люди уже закидывают, говорят, мы тебя знали, ты не был таким, как ты это сделал? Такие, знаете, извечные вопросы. Там дырка в небе у тебя, или… Ну как ты это делаешь вообще? Знаете, я говорю, какая дырка в небо? Небесное отверстие – это я. У меня нет никакой дырки ни в каком небе. Я ходячее отверстие небесное. Я изливаю. Я есть дверь. Возвращаемся. Я не хочу тут религиозные словечки. И вот каждый раз, когда амбиции, они меня просто… Знаете, это не всегда проблема. Большие люди говорят, если есть проблема. А если нет проблемы, для меня проблема – это когда мое желание не сбывается. Вот у меня проблема. Песня есть одна такая. У меня проблема. Ламба или Ферра. Понимаете? Да, у меня проблема. Ламборджини или Феррари. Вот какая тут проблема у меня. Понимаете? Ну, я сейчас шучу, друзья мои. Мне не надо это сейчас. Если бы мне было надо, уже бы было. Ну, у меня точно ламб. Узнали. Да, кто-то слышал эту песенку. Ну, вот. Знаете, проблема не в том, что… Знаешь, не тогда. Вот помазанники, друзья мои. Проблема – это не тогда, когда тебя что-то там придавило. А проблема – это когда борьба внутри. Вот проблема. Вот у Павла была проблема остаться с людьми или уже идти как бы отдыхать. Он говорит, не знаю, что избрать. Хорошее или лучшее? Говорит, потому что лучшее – это без вас, без всех. Но с вами тоже хорошо. Понимаете? Павел в открытую говорит, без вас лучше. Но с вами тоже хорошо. Не знаю, что избрать. Феррари лучше. Хорошо, но Ламборджини еще лучше. Понимаете? И вот эта проблема не в том, что меня придавило, а проблема в том, что я не могу реализовать какое-то свое желание. Ну, вот как некоторые из вас. Ну, я хочу поехать на школу. Реально, я хочу быть там, на этой паске. Я хочу. А если не нравятся свои ресурсы, сейчас дойдем до этого. То проблема не в том, что меня придавило, а проблема в том, что я хочу. И мое желание должно быть исполнено, потому что божественная природа делать так, как ты считаешь нужным, и все должно получаться. Вот оно. Аминь. Это царская позиция. Мои желания, написано, должны исполняться. Где написано? Ну, как написано? Говорит, всего, чего не пожелаете в молитве с верой, получится. Сам посланник, ну, на тот момент, он как посланник, апостол отца, говорит, послушай, у меня к тебе важное известие, важная новость. Желания должны исполняться. Вот для вас, ты сейчас вот-вот войдешь в осознание сыновства, он проповедует, и ты должен знать, что когда ты войдешь в сыновство, там исполняются желания. О, не продешеви в своих желаниях, я тебе клянусь, они исполняются. Просто думай, что для тебя лучше. Не вопрос, что что-то не исполнится, все исполнится, но думай, что для тебя лучше. И когда я понимаю, что для меня лучше, и вдруг по какой-то причине моя вот эта амбиция, мое желание, оно не исполняется, я не понимаю. И вот, подходим к главному, в такие моменты я сажусь, я вам отдаю свой секрет и говорю, где мое безумное решение? На какое безумие я сейчас должен пойти, чтобы это увидеть, как оно воплотится? Мои мозги в этот момент, они хотят, друзья мои, я вас так понимаю, они хотят премудрость, они хотят какого-то мудрого решения, где не надо выходить на ринг, они хотят какого-то мудрого решения, где кто-то, какой-нибудь Бог решит все за меня. Но нету никакого Бога, который решит все за тебя, потому что Бог теперь живет в тебе и решает все только через тебя. Точка. И это и есть главное безумие. Но не решится ничего без тебя, ничего без тебя не решится. Поэтому, когда блудный сын приполз на карачках к отцу, первое, что он сделал, он говорит, оденьте ему перстень и пусть он управляет. Ну у меня ничего нету, я же семейное просадил, денег нет. Он говорит, вот премудрость заключается, и безумие, и премудрость в одном центральном решении. Где мое безумие? Где твое безумие? Задай себе сегодня, когда останешься один, этот вопрос. У меня есть нереализованное желание. я хочу увидеть себя, имеющим славу и богатство в левой руке, одной левой. Именно в левой руке. Это не какой-то момент, где надо правой бороться. В правой вечная жизнь ты уже победил. А в левой это значит одной левой. Успех и деньги это легче. Поэтому в левой, а не в правой. В левой. Независимо, даже если ты левша. Итак, я сажусь в такие моменты и понимаю, что мудрого решения нет. Ничего не могу придумать, ничего не могу решить, ничего не могу вообще сочинить, ничего на ум не приходит, как это сделать. И тогда я сажусь и иду от обратного. Я говорю, мне нужно явное проявление или в духе, что-нибудь в духе придумать. Мне нужно явное. Мне нужны деньги на это, на это. Мне нужно билет, деньги. Я не знаю. Нужно то, что нужно. Это не только поездки касается, это всего касается. Я сажусь и в безвыходной ситуации, когда я не могу реализовать свои желания или есть проблема какая-то, я себе говорю, где мое безумие? Я иногда даже себе говорю, Андрей, ты ожирел, потому что последние 10-20 решений они не были безумными, они были мудрыми, умными. А когда ты последний раз принимал безумное решение? Андрей Евгеньевич, посмотрю на себя в зеркало и скажу, когда последний раз ты делал безумные вещи? Строго так спрошу тебя, вот так, прям с таким лицом, как сейчас на тебя смотрю. Когда последний раз ты делал безумные вещи? Когда? сказал, ну, я делал, я даже другу звонил и спрашивал, может, ты мне денег дашь там? Я делал безумные вещи, попросил у начальника премию на поездку. Да нет, это не безумное решение, это такое логичное решение, очень умное, такое аккуратное, ты прям такой красавчик. И искать нужно, друзья мои, не умное решение, а безумное. Умное решение проявит чуть-чуть, возможно. Безумное решение поменяет всю твою жизнь. И теперь внимание, вот для чего нужны такие ситуации. кроме того, что состоится твое желание, вот услышь меня сейчас всем сердцем, кроме того, что сбудется твое желание, ещё и поменяется вся твоя жизнь. Безумное решение это не просто решение одной ситуации, это то, что возводит тебя в новую славу. И ты оглядываешься на ту ситуацию и думаешь, да, съездил я там на эту школу Павла, круто было, мы там оторвались, но дело не только в этом, а дело ещё и в том, что эта ситуация с этой поездкой, она меня расширила до новой славы, я другой теперь. Вот это и есть то, о чём говорит Соломон, и ты другим станешь, если включишь весь свой ресурс через безумие. нету денег, я ищу безумие, нету ресурса, нету возможности, закрыты все двери, где моё безумие? Говорит, безумие это премудрость Бога. И вот, кто-то написал, как Иисус, конечно. Вы знаете, какой мне вопрос часто задают неверующие люди? Про крест. Ведь крест — это безумие, правда ведь? юродство проповеди о кресте, юродство — это и есть безумие. Павел называет проповедь о кресте юродством. Говорит, проповедовать крест — это безумие. То, что я вам сейчас проповедую, это уже безумие. Искать проблемы себе, когда и так не получается, ты что, с ума сошёл? Иисус, вот какой он мне вопрос задаёт, если Он Бог всемогущий, для чего нужен был крест? Ну, взял бы с неба и всё разрулил бы. Сатану придушил бы ещё в Эдеме, злых уничтожил. Я говорю, понимаете, ну, в каждом человеке есть что-то там злое, и если он будет уничтожать, всех уничтожит. А он говорит, нет, так пусть он вынимет это злое, он же всемогущий. Зачем крест взял бы с неба и вынул злое из всех злых людей, я уверен, что и у вас такие вопросы возникали. Для чего надо было это всё? Ну, взял бы и вынул из людей злое. Как-то ж он может это, там, как написано, сердце в руке Господа, взял бы и изменил всё. Смотрите Академию Божественности, там всё это будет. Но смысл то, что я сегодня хочу сказать. Бог сам выбрал самое безумное решение из всех возможных. И именно поэтому Иисус, написано, взошёл превыше всего. То есть проявился как премудрость, которой свет не видел. Именно потому, что выбрал путь безумия. Для мира, в мире этом. Я вам хочу сказать, что ни одна личность на свете не была такой популярной и великой, как Иисус. Такой богатой, как Иисус. Вы знаете, даже если говорить обычным языком, вы знаете, что не существует ни одной организации богаче, чем вся церковь вместе взятая. Самые большие деньги крутятся в церкви. Верите вы это или нет, но крутятся самые безумные деньги в церкви. Одни только католики чего стоят. Там триллионы долларов, и никто не знает, сколько их там. Вы не увидите нигде столько золотых крыш, как в христианстве. Золотой мебели, атрибутики, всего, что делается из золота, нигде нету больше, чем в христианстве. Одно только это уже будоражит воображение. Думаешь, вот интересно, представляешь, одному парню из Израиля эти люди все несут свое золото, переписывают квартиры, имения, пишут завещания просто какому-то парню из Израиля. Это же они ему все отдают. Вот так. Безумие. Видишь, оказывается, и деньги, и самое главное, когда говорится долговечность, долгие дни. Очень долго. Две тысячи лет люди это делают и не устают. И все больше, и больше, и больше. Вам нравится то, что я говорю? Работает, оказывается. Приведу вам два примера, чтобы разбавить чуть-чуть. Вообще, вас, ну, приходят откровения, как это работает, мотивирует вообще. и поэтому, когда я сталкиваюсь с ситуацией, и это вам поможет, друзья мои, если только ты меня сегодня услышишь, сядешь и подумаешь, даже те, кто уже едет на школу, и ты подумаешь, ну, это, наверное, тем, кто не может поехать. Не-не, я еще не закончил, сейчас и вам скажу кое-что. Ваша поездка обязательно должна быть чистым безумием. Я уже, наконец, хочу увидеть сынов, у которых в руках реально богатство и слава. Ваша поездка должна быть чистым безумием. Реально. Да-да, вот так. И приведу два примера. Одна сестра, я не знаю, она может в Зуме или нет, она из России, написала ситуацию мне одну, говорит, ну, послушайте, это финансово интересная ситуация, я сейчас хочу вам ее рассказать, чтобы вы увидели, как это работает. Одно из, это небольшое свидетельство, но оно очень показательное. Каждый год она там должна отправлять налоги, отчет налоговый по месту жительства в налоговую инспекцию. Но из-за того, что она сменила место жительства, она отправила этот отчет по старому месту вместо нового. Понимаете, о чем речь? Ну, отчет должна была послать в старую налоговую и отправила. А надо было в новую, поскольку она переселилась. И что сделала налоговая? Новая налоговая выписала большой штраф за то, что отчет не пришел. И она им звонит и говорит, я отправила просто по привычке туда. А они говорят, ничего не хотим знать. штраф, будьте добры оплатить. И она мне пишет, говорит, что мне делать? С одной стороны, я хочу в духе сказать, а ну-ка, уберите свой штраф. А с другой стороны, а если они не уберут, как мне себя чувствовать при этом? Ну, они должны меня послушать в духе или нет? И вот, что я сказал. Вам интересно, что я ответил? Я говорю, послушай, во-первых, тебе нужно занять позицию такую, что ты не суетишься по поводу денег. Вот, если бы ты себя чувствовала сейчас миллионером, ты бы посмотрел на этот штраф, сказал, да, извиняюсь за выражение, да задавитесь этими штрафами, на тебе твой штраф, забери, и все. Но вместо этого ты бегаешь, как будто у тебя последние деньги отняли. Поэтому, независимо от того, что они тебе ответят, у тебя есть выбор настаивать на том, что они должны отозвать штраф. Второй вариант это сказать себе, да, у меня многое, пусть кай забирают, если даже заберут, ну, этот штраф не отзовут, пусть забирают. И она говорит, спустя время пишет мне и говорит, к сожалению, штраф не отозвали. Они сказали, ничего не знаем, ваше обстоятельство не отозвали. То есть, вариант приказать в духе не сработал. Но говорит, я решил идти двумя путями, отзывать в духе и в то же время говорить себе, да, у меня многое, даже если не отзовут штраф, да, я его заплачу, у меня нету этих денег, но как-то я решу этот вопрос. Ну и, короче, сработал второй вариант. Ей на карточку непонятно откуда пришли деньги на этот штраф. Вообще непонятно откуда. И она рассчиталась по счетам и говорит, вот интересно, как только я рассчиталась, пришел штраф за какую-то парковку. И она говорит, наверное, это кому-то не нравится, что я вот так спокойно взял и рассчиталась этим штрафом. Я говорю, ну теперь у тебя есть опыт. Накорми парковщиков, заплати штраф и скажи, у меня много. и посмотришь, будет еще раз чудо. Я так живу. Если бы вы знали, сколько такие вот люди, они отняли у меня денег. Ну, отняли в таком, в кавычках. Нажились, проехались на мне. И мы с Олей уже привыкли. Я говорю, да, государство не обеднеет, забирайте. Да, вот, да, да, да. Государство не обеднеет, забирайте. И скажите, когда я вам сейчас это говорю, вам нравится это? Не нравится. Большинству из вас это не нравится, потому что вы, христиане, привыкли, вот знаете, даже привыкли, и религия харизматическая, она научила, да враг вернет всемера, да ему там за все, да это врага этого, блин, и мы по этому приказам, ну-ка вернуть всемера. Я знал людей, которые, когда пришли ко мне, учились на меч Соломона, они меня спрашивали, как сделать так, чтобы старые долги всемера вернулись? Я говорю, вот если ты хочешь получить всемера больше, чем было, тебе не долги надо возвращать, а простить эти долги, забудь за них, и всемера больше придет. Вот так это работает. Ты хочешь выдернуть из зубов этого долга, от должника. Но на самом деле обещание всемера, это не то, что ты пойдешь ловить вора и отбирать у него всемера, а наоборот. Когда ты понял, кто вор, вот в этот момент ты от этого отдаляешься, и всемера тебе возвращается. Это не вор там, мы ему зубы будем выбивать, чтобы он всемера вернул. когда ты знаешь, что у тебя много и умножается. В семера, больше, еще что-то. Вот так оно работает. Хороший пример. Когда я говорю, не думай, как этот штраф погасить, ну, его аннулировать. Подумай о том, что у тебя много. Скажите, какая позиция лучше? Бороться, чтобы штраф отозвали, или заплатил и типа отвалите. Заплатил и отвалите, это по-царски. Это по-царски. Вот мой папа любит такие жесты, знаете. Один раз мы отдыхали где-то, и хозяйка дома, она говорит, вы тут так отдыхали, что у меня стремянку со двора сперли. И знаете, что мой папа сделал? Он не пошел вора искать. Он достал пачку денег из кармана, говорит, сколько она стоит? И я запомнил это на всю жизнь. Мне было это до 13 лет. Я думаю, вот, мне нравится, мне нравится, мне нравится. А потом, когда я вырос, оказалось, что это Божья позиция. Да забирай, у меня еще есть. Сколько тебе надо? На тебе штраф, да иди ты отсюда, и все. Я просто говорю, вот уже человечество, человекообразно, друзья мои. Поэтому Павел, когда он говорит, помните, он говорит, кому надо оброк, отдайте оброк. Кому налог, тому налог. Вы думаете, Павел приучает людей быть покорным государственной власти? Я видел, как люди спорят с этим и говорят, о, Павел, он приучал людей подчиняться властям. Да он приучал, чтобы ты был выше власти. Он говорит, да отдай ты им эти деньги, у тебя еще есть, ты вообще понял, кто ты. Да на тебе вам... Иисус, когда говорит, кесарю, кесарю, кесарева, а мне что тогда останется? Да у тебя ж много, ты чего, эй! Вы понимаете? Папа красавчик, конечно, ну, знаете, это одно из больших явлений в моей жизни самого Отца Небесного. И если ты хорошо подумаешь, и твои родители для тебя были таким явлением, независимо от того, какие они были. Вот так. Ну ладно, я сейчас как бы... Давайте дальше. Я уже сейчас буду подводить к финалу. Еще один пример хотите, уже лично мой. Я его рассказывал, но я напомню. Я его рассказывал, этот пример, в видео давнем, пятилетней или шестилетней давности, называется «Сила безумия». То есть я сейчас не обманываю, что я так живу, потому что видео этому там лет пять, и я уже тогда так действовал. И тогда у меня с Олечкой проблема была со здоровьем. Да, мы сильно отравились в Москве, так случилось, сильно отравились, и я быстро восстановился, а Оля зависла. Мне казалось, что у нее поехала крыша, она неадекватно себя вела, я не знал, что с этим делать. Повозил по всем врачам, врачи начали думать, что я абьюзер, они оставляли Олечку одну в кабинете и спрашивали, он проявляет над вами насилие психическое, физическое, ну, потому что они видели, что она какая-то странная, а я наоборот такой напористый, говорю, помогите ей, помогите ей. И в те дни, у нас были тяжелое время тогда, это было, по-моему, даже семь лет назад, тогда было много врагов, и все они ждали, что мы умрем, или что-то у нас будет плохо. Да, эти враги, они сказали, Оля умрет от рака, там, знаете, да у него служение развалится, они очень публичные люди были, и преследовали нас. И я думал, если сейчас весь мир узнает, что с Олей происходит, все подумают, что их пророчества сбылись. И я оказался в таком тупике, у меня не было ни пастора, вообще никто, вообще кому я мог рассказать и сказать, ну, как-то помолитесь, как-то так, чтобы всё решилось. Не было таких сильных людей рядом со мной, не было. И вот это, знаете, как премудрости не работали. И я понял, что мне надо безумие. И безумие вот заключается. Я напрочь отказался больше от всех поездок по врачам, попыткам обратиться к кому-то духовному. У меня, кстати, было искушение такое, найти каких-то духовных людей, там, знаешь, мне-то в Беларуси разных советовали. Я сейчас свят, свят, что я никому не поехал. Вот знаете, вот это. Да. И я просто заперся в квартире и сказал, взял причастие и сказал, или твоя кровь работает, или я в это вообще верить никогда больше не буду. Пусть она придёт в себя. И я стал принимать причастие там каждый час. И вот сутки проходят, вторые проходят, а я сижу с этим причастием раз за каждый час, каждый час. Иду, посмотрю на Олю, ничего не улучшается вообще. И где-то примерно на третий-четвёртый день, на четвёртый день, по-моему, вдруг, знаете, а ситуация ухудшается. Я понимаю, что ещё немножко. Знаете, в чём безумие было? Безумие было в том, что по-хорошему нужно было вызывать психбригаду и лечить её. Но, понимаете, ситуация у неё обострилась очень сильно. Она лежала там вообще такая вся плохо ей было. И я понимал, что если потом, не дай бог, дойдёт до необратимых процессов, и меня потом спросят, почему ты не вызвал врачей, я не знаю, что мне было делать. Мне, ну, я не знаю, со мной бы как-то, ну, была ситуация очень плохая. И я ещё даже опасался, думаю, а вдруг ещё ухудшится. Это же было отравление поначалу. А вдруг она не придёт в себя вообще никогда. И я решил не делать ничего. Вот моё безумие в том было, что, ну, на тот момент не делать ничего. И я принимал причастие там каждые два часа, каждый час и ходил на неё смотреть. И в одно утро, когда я проснулся и пошёл снова это делать, я уже внутри себя почувствовал, как будто забрежил свет какой-то. Вот знаете, как будто что-то светлее стало. И моя молитва, она становилась каждым днём всё агрессивнее. Я настаивал, я настаивал, я говорю, кровь работает, кровь работает. Я прямо взял, брал причастие, ставил его на стул и обходил кругами, ходил вокруг него, ходил, наматывал эти круги. вам интересно, чем всё это закончилось? Ну вы же Олечку видите? Закончилось это тем, что когда я это делал утром, на кухню пришла Оля, абсолютно нормальная, просто вот как солнышко вышло из-за туч. И я даже когда её увидел, я сразу поверить не мог. Я всматривался, думаю, да ладно, да серьёзно. И всё, как рукой сняло. Вот просто ничего больше не было. И в тот момент я получил, знаете, вот эта ситуация, которая вынула из меня то, что я вам сегодня говорю, премудрость Божия. Я думаю, не можешь ничего сделать, будь безумным. Безумным будь, просто упрись вообще, знаешь там. Ну я на тот момент готов был пойти на всё, на любые там шаги, если бы они были, но их не было. Но их не было. И я понял, знаешь, вот эта ситуация, она меня вывела на новый уровень бесстрашия. Потому что мне пришлось быть очень радикальным и смелым в той ситуации. И поэтому, когда сегодня люди спрашивают, как ты это делаешь? Вот так, вот так, вот так я это делаю. Когда я не могу выйти из ситуации, я просто сажусь и говорю, где моё безумие? Где основание моего безумия? Друзья мои, на школе Павла будет Пасха. Сегодня, вы уже понимаете, я призываю вас поискать камень своего безумия. Всех, кто ещё не знает, поедет ли, кто хочет поехать, и даже те, кто уже заплатил за всё и едет. А в чём безумие твоей поездки? Из-за чего должно проявиться то, что я сказал? Премудрость. Из-за чего? Что, что такое, во что такое безумное ты вошёл, чтобы это проявилось? Ведь я хочу, чтобы ты со школы Павла приехал вот в этой ипостаси, в левой руке, в правой руке. И это будет Пасха. Знаете, почему я сейчас говорю про Пасху? Хочу, когда ты будешь сегодня думать, где твоё безумие и что тебе делать, какой безумный шаг сделать, чтобы это проявилось. Я тебя ободряю, скажу радикально, даже если ты умрёшь, это будет Пасха, праздник воскресенья, оживёшь. Вот точно ты оживёшь. Какое бы безумие ты ни придумал, чтобы туда приехать, я говорю тебе Духом Божьим, ты оживёшь. Ты точно оживёшь и приедешь другим. Вот моё тебе пророчие, ты приедешь другим. И это не потому, что кто-то будет красиво проповедовать, а потому что ты войдёшь в эту ситуацию по безумию, и это тебя выведет на новую славу. И это тот опыт, пережив который, ты откроешь себя заново. Не просто, знаешь, спикеры, это премудрости. Знаете, вот спикеры — это мудрость, как Павел говорит, мудрость мы проповедуем среди совершенных и так далее. Это мудрость. Но к этому всему, если ты хочешь реальных перемен, надо войти в эти вещи, пройти свой опыт безумия, чтобы когда ты вернёшься домой, ты как я тогда с ситуацией с Олей вышел и такой пху. Друзья мои, вы знаете, что мы тогда находились в глубочайшем кризисе вообще, в изгнании. Нас только, что пытались убить там буквально перед этим пару месяцев. Это было очень жёстко. И эта ситуация, она, да, нас пытались убить, если кто-то не знал, я говорил уже об этом, но суть не в этом. Эта ситуация, она дала мне новый старт. Потому что, как Павел говорит, хорошо служившим принадлежит особое дзерзновение. Я понимал тогда, что я хорошо прошёл. И поэтому, когда встречались другие ситуации, знаешь, кого-то они останавливали, а я такой, не-не-не, я уже знаю, что такое сила безумия. Сила безумия. Это когда всё в твоих руках. И успех, и слава, и богатство. Знаете, богатство не появилось в тот день сразу. Не появилось никакое финансовое изменение. Но потом появилось. Когда мне приходили вызовы финансовые, по сравнению с тем, что я тогда прошёл, это была жалкая пыль. Я шёл на всё. И говорю, если я смог победить тогда, то сейчас я в финансах, проявив толику безумия, иногда я и сейчас так делал, когда мне нужны деньги, я просто думаю, где надо проявить финансовое безумие в чём-то. Не просто кому-то немножко денег дать, а проявить что-то такое. Бух! И это работает. И последнее. Вы уже поняли, да? Сейчас мы будем молиться, и это будет особенная молитва. Она поможет тебе вот в этой радикальности, поможет тебе приобрести. Потому что некоторые вещи, которые я приобрёл, в чём я открылся, я их могу просто так передавать, могу просто так активировать, чтобы тебе не приходилось с нуля там всё начинать. Я дам совет. Теперь применительно к школе Павла. Дам совет. Первый шаг, и это тоже маленькое безумие для кого-то будет, это регистрация. Не надо думать так, что я поеду, а вдруг я не поеду, тогда зачем я регистрируюсь. Регистрация тебя соединяет с проектом. Вот что самое главное. Действует принцип, где сокровище, там и сердце. Твой дух начнёт быть соединённым с тем, где ты зарегистрировался. Всё. Это принцип. Знаешь, это не надо там ничего духомать, вот оно работает. Ты регистрируешься, и первое, что начинает делать, во-первых, твоя регистрация, она начинает работать на весь проект, потому что из регистрационных взносов состоит бюджет всей конференции. И он огромный. Огромный. У нас два спикера, две приглашённых музыкальных группы. Огромное число людей, которых мы должны заплатить за их приезд сюда, перелёты через океаны, и я уже не говорю за там салюты и прочее разное. Огромный бюджет у конференции, как никогда. И твои деньги, они уже начнут работать на это, независимо от того, что будет у тебя дальше. Вот твоё соединение. И когда отец делает этот проект, в нём как маховик такой закручен, и вдруг ты с этим соединяешься, что делает? Маховик начинает крутить и тебя тоже. Как воронка такая. Понимаете, да? То есть твоё желание, как написано, открывайте свои желания, оно действенное. Смотри, отец, я хочу. Я открываю своё желание, я открываю свой разум для энергии. Помните, как написано, что он превыше всякого ума соблюдёт твои помышления. Что это означает? Он поможет тебе устоять в этом пути, поможет сохранить картину. Это называется озвучка действия. Вот так это работает. Это первое, с чего надо начать. Потом откроется второй шаг. В чём заключается твоё безумие? Думать тебе. Тебе надо сказать, в чём я могу поступить безумно так, чтобы реально получилось поехать. Потому что позиция, что я буду ждать, Господь решит, не сработает. Мы так не учим, и поэтому у нас это не работает. У нас работает управление. Поэтому второй шаг тебе нужно будет получить после этого. На какое безумие надо пойти, чтобы это свершилось, пережить этот опыт приобретения вот этой ипостаси, открытия в себе, решать тебе. Но я тебе скажу, в чём, как понять, сделал ли ты безумно. Хотите узнать? Последний тест, как понять, безумно это или нет. И сейчас мы будем молиться. Вот как понять. Когда говорится об Иисусе, а мы уже говорили о том, что Он поступил безумно, придя в этот мир и делая такие вещи, которые Он делал. Так вот, Иисуса называют камнем преткновения и соблазна. Безумие — это тогда, когда тебя никто не поймёт. Безумие — это тогда, когда будут говорить, что ты делаешь, куда ты лезешь, что ты творишь. Вот это безумие. И это ещё не всё. Знаешь, если люди, ты что-то сделал, они говорят, да-да, это логично, логично. Это не безумие. Безумие — это когда никто не может понять, что ты делаешь. И кто-то может сказать, меня спрашивают, так что, кредит взять или денег одолжить? Я вам скажу, друзья мои, одному можно одалживать деньги, а второму нельзя. Для одного одолжить денег у кого-то — это безумие. Реально безумие. Взять кредит — это безумие. А для кого-то не брать денег в долг — это безумие. Понимаете? Но смысл в чём, что безумие всегда работает. Что бы ты ни решил, какой бы шаг безумия ни избрал, он должен сработать. Это не безумие, когда ты сказал, я сделал безумное, но не получилось. Это не безумное. Безумное работает всегда. Это обещание. Так вот, я сказал, что тест — это когда тебя не понимают. А как быть с тем, если я сделал безумное, но никто не знает, что я это сделал? Как мне определить, поняли они меня или не поняли, или не поняли? Вот ещё один тест. И это самый такой радикальный и жёсткий вообще момент. Вы готовы хотя бы это услышать вообще? Хотите или не говорить вам таких жёстких вещей? Вы помните, когда Иисус говорил об этом камне, преткновении и соблазна? Это касалось для других людей. Они такие, вау, притыкались, соблазнялись о нём. Что он делает? Помните, он говорит, кто не будет есть плоти моей? Они такие, о-о-о, что ты несёшь? А он же реально свою плоть отдал? Не в духовно, а физически отдал. Это безумие. Да за тех, кто в грош его не постав, все предали. Зачем ему надо бы умирать? Сказал бы на суде, что, ну, беру свои слова назад, и всё. Так вот, камень преткновения и соблазна, и о нём идут дальше такие слова. Уже дослушайте, дослушайте, я вас не грузанул ещё, нормально всё. Так вот, а если никто не знает, кому соблазны и преткновения? И там написано, что этот камень, если на него упадёшь, разобьёшься, а если он на тебя упадёт, раздавит. Вот безумие, оно носит такое свойство, что когда ты на это безумие падаешь, ты разбиваешься. И когда это безумие падает на тебя, оно тебя раздавит. Кого тебя? Тебя. Вы знаете, что первое, кого должно раздавить твоё безумие, твоё, это ты. Ты должен сделать что-то такое, реально, чтобы ты сам от себя в шоке был, что ты вообще так можешь делать. Это должно раздавить, как будто тебя старого насовсем. Всё, что ты ценил, всё, что ты берёг, всё, чего боялся, должно быть раздавлено от твоего безумия. Когда ты сделал, вот берёшь и принимаешь решение и говоришь, это же самоубийство, это реально, это просто, меня это размажет. Вот знай точно, это верный признак того, что ты нащупал этот камень. Если на него упадёшь, разобьёшься. Если он упадёт на тебя, раздавят. С какой стороны ты не подойдёшь к этому решению, видя, что здесь одни осколки от твоей прежней жизни останутся? Вот безумное решение оставляет только осколки позади. Главное, чтобы по личному откровению. Вот, Ольга, я вам отвечу на этот вопрос. Вот это главное, чтобы по личному откровению, это называется мудрость во Христе. Да. А есть безумие Христа ради. Вот такие дела. Разницу чувствуете вообще или нет? Безумие, оно, знаете, не выгадывает. Типа, вот это мне открыто, а может это не открыто. Знаете, оно идёт на всё. Вот я вам, например, рассказал, у меня не было никакого откровения, что Оля придёт в себя. Я просто уперся, меня никто не надоумил, мне не был голос с неба. Я просто поставил на карту, как говорят, всё, всю свою судьбу. И думаю, или так, или никак. точка. Поэтому, когда вы говорите по личному откровению, ну, не было у меня никакого откровения. Вы знаете, что с откровением очень легко, то для тебя понятно, что делать. Вот что такое откровение. А что насчёт долины смертной тени? Какое откровение? Когда нет никакого откровения. Нет никакого откровения. И когда ты понимаешь, знаешь, что такое нет откровения? Это когда ты знаешь, всё только в моих руках. Как решу, так и будет. Откровение — это когда тебе уже сверху кто-то помогает. Понимаешь? Поэтому вот так. Поэтому вот так вот. Итак, мы сейчас помолимся. Вот при счастье. Скажите, тема такая для взрослых. Скажите, да? Вы знаете, что я ещё добавлю чуть-чуть к перчику. Дело в том, что христиане привыкли прятаться за этим. У меня нет откровения. У меня нет откровения. Но Бог мне откровения не дал. Это просто очень удобный способ перевести ответственность за все свои решения на какое-то откровение. Хотите, я вам скажу что-то ещё за откровение? Вот ты идёшь, слышишь, в кустах режут и убивают какую-то девушку. Ты туда вмешаешься по откровению или в любом случае? Вот знаете, когда по откровению, это мудро, а в любом случае это безумно. это безумие. Так вот, когда ты что-то делаешь, в любом случае вот это и есть безумие. А когда по откровению, это есть мудрость во Христе. Как бы так девушку защитить, чтобы самому не рисковать? Может, помолиться лучше? Вот у таких людей, у них обычно никогда нету ни денег, ни успеха, потому что мне нужен успех в любом случае, а не по откровению. В любом случае. это суть моей природы, я должен быть успешен. В любом случае. На ринге победу одерживают не по откровению, а туда идут, и, знаешь, жизнь или смерть, пошёл, знаешь, или грудь в крестах, или голова в кустах. Вот так происходит это. Поэтому, драгоценные, возьми сегодня и скажи, мне нужен успех в любом случае, это моя природа. Успех в любом случае. Как я люблю говорить, хоть камни с неба. Хоть камни с неба. Успех в любом случае. Вот. Я вас, друзья мои, сегодня такой урок радикальности, чё-чё-чё, знаете. И я никому не сделаю упрёка, кто говорит, мы мудры во Христе, там, по откровению. Это нормально, это имеет место быть. Но помните, что всегда есть путь, более превосходнейшим. И Павел, вот я сегодня его озвучил, он говорит, вы мудрые во Христе, молодцы, а мы безумны Христа ради. И я говорю, мудрых во Христе имён вы не знаете, а безумного Павла вы все хорошо имя знаете. Я сегодня тебя спрашиваю, а ты кем хочешь быть? Безумным Павлом, которого имя в веках будет известно, или хотя бы, ну, очевидный успех, затронет окружающих. Поверьте, ваших неверующих родственников не трогает ваше откровение и мудрость во Христе. Она им плевать на неё. Они признают только очевидный успех, а он дан, безумным. И если бы христиане это понимали, думают, тогда лучше мне умереть и иметь славу посмертно, но всё-таки, чтобы об этом узнали, чтобы имя, потому что имя, это важно, а не вот это выделываться всю жизнь, что я верующий, у меня загробная жизнь, а твои друзья думают, какой-то странный чудак, здесь не жил и там непонятно, что у него будет. Почему непонятно? Ну, потому что вы всё равно боитесь в ад попасть, товарищи верующие. Поэтому вы сами не знаете, куда вы попадёте. Я сказал бы всем верующим, можете вырезать потом эту запись и передать им. Вы самые несчастные существа, вы здесь не живёте. И в загробной жизни не уверены, куда попадёте. Что за бог у вас вообще? Позор! Так неверующие лучше вас, они хоть здесь живут на всю катушку, а вы и здесь не живёте, и там не знаете, куда попадёте. А я ещё лучше всех, потому что я безумный, я и здесь хочу жить на всю катушку, и вообще отсюда никуда уходить не собираюсь. Вот так. и никакой загробной жизни в своей голове я не содержу. Я содержу в своей голове только одну жизнь, вне гробную. Гроб мне не нужен, чтобы быть на небесах. ну, а там посмотрим. Аллилуйя! Давайте, друзья мои, сейчас мы помолимся, и вот наша молитва вот какая будет, чтобы ты знал, что тебе произносить. Возьми сейчас, я хочу, чтобы ты реально получил, пережил состояние, где ты перестанешь бояться своего собственного безумия. Помните, мы часто говорили в передачах про отсутствие матриц? Не должно быть матриц. Так вот, если приводить обычную формулу, безумие — это и есть отсутствие любых матриц. Вот и всё. Безумие не признаёт никаких условий, оно не видит никаких преград, никаких вот это деньги есть, денег нету. Безумие идёт на всё, как будто нет никаких стен, оно ходит сквозь стены. Поэтому быть безумным — это жить без матриц. И хотя бы иногда надо давать себе прокачаться по теме жить без матриц. Один проект не может жить так каждый день, но хотя бы раз в году поживи без матриц. Сказать, я не буду думать ни про что, вообще всё, я безумный ради того, чтобы явиться как дух животворящий, как премудрость. Поэтому сейчас будешь молиться и подумай внутри себя, где во мне этот камень безумия? Где во мне этот камень, о который я разобью всё, чем я жил до этого? Где этот камень соблазна, о который я сам изумлюсь просто? Как я способен на такое? Где он? Где он? И скажи, знаешь, может, ты никогда такой молитвой не молился? Возьми, помолись, скажи, что я даже сам приткнусь о своей решении. Я даже сам разобьюсь о своей решении, потому что так как раньше я уже не хочу. Вот что такое, с каким настроением надо ехать на школу Павла. Сказать, так как раньше я уже не хочу. А что раньше? Да, жизнь славная, во Христе всё нормально, спасённый, небесный, наднебесный, Бог там, ну, всё самое лучшее, всё. Ну, просто жить как раньше я уже не хочу. И всё. всё уместится в эту простую формулу. Как раньше жить я не хочу. Ни с ярлыком Сына Божьего, ни без Него, но моя жизнь должна перейти в новую славу, как положено. Аминь. Сейчас можешь закрыть свои глаза, посмотри внутрь себя, отвлекись от всего, просто ни о чём не думай, кроме этого. Ни о чём не думай, кроме этого. и задай этот вопрос прямо внутрь себя. Назови себя по имени, скажи, как я сейчас, я говорю себе, как будто смотришь сам на себя в зеркало. Андрей, когда ты был безумным последний раз? когда последний раз ты шёл на всё и не смотрел ни на что? Где мой камень преткновения и соблазня? Где мой камень, о которой разобьётся вся моя старая жизнь? И новая слава явится, где в моих руках всё то, о чём мечтало всё человечество на протяжении всех веков и столетий, тысячелетий? Где мой камень? Где моё безумное решение в этой ситуации? Где то безумное решение, где меня не поймут? Где обо мне соблазняться? Где моё безумное решение, которого я даже сам понять не смогу? Почему я так делаю? Что мною движет? Где я буду, где моё безумное решение, когда я не думаю по откровению, а я думаю в любом случае? Я понимаю, что всё в моих руках. Давай теперь к Отцу обратимся. «Отец, я понимаю, что всё в моих руках. И поступить мудро, и поступить безумно. Но я так устал, отец, я так устал искать мудрых решений. Меня уже просто тошнит от этих терзаний, от этого умствования. Я хочу быть тем, кто в любом случае. Откровение нужно там, где есть матрицы, как поступить, а безумие проявляется там, где матриц нету. Это мой мир, моё безумие ради Христа, ради явления премудрости, ради славы, где мой камень безумия. Теперь положи руку себе на грудь, прямо вот на душу, на внутренность. Я говорю тебе Духом Божьим, ты сам ещё не знаешь, на что ты способен, но в эти дни, если захочешь, ты узнаешь многое. Я прямо сейчас говорю и транслирую, что помазание животворящий Дух движется в тебе и открывает тебе тебя заново. Ты узнаешь себя таким, каким не знал никогда. Я говорю тебе Духом Божьим, твоя жизнь уже меняется, уже меняется, уже меняется. Я говорю сейчас в твой Дух, в самую сердцевину, я говорю, ты безумный Христа ради, ради явления, ты безумный, ты можешь, пускай тебя расширит, пускай тебя расширит так сильно способность являть это безумие в веки сем. Спасибо, Отец, спасибо, 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 спасибо. О, Боже, О, Боже. Самое крутое в этом всем, друзья мои, что безумие это неземной продукт. Безумие сошло с неба. Безумие сошло с неба. Вау, вау, накрыло огоньком чуть-чуть, да? Горит все внутри меня просто. Поэтому возьми, пройди этот опыт, пройди этот экспириенс, а сейчас возьми, пожалуйста, причастие. Олечка, иди к нам. Возьми причастие. Знаете, это, как я люблю сейчас говорить, это стволовая клетка Иисуса Христа. Это его ген. И я сегодня хочу, чтобы ты привил себе ген безумия. Когда будешь прежде чем принять это, скажи, я могу быть безумным. И я могу быть. И знаете, когда ты говоришь «я могу быть», это одновременно звучит так. Я могу быть безумным, и я не могу быть безумным. Это всегда такая грань, знаешь, невозможного. Поэтому вот так. Безумие — это небесный продукт, это природа, небо. Бери, принимай сейчас это. Я могу быть безумным и буду. Аминь. так нравится смотреть, как печать Духа проявляется на ваших лицах. Улыбки, слёзы, свет, сияние. Давайте увидимся в апреле, обнимемся. И есть на эту школу не для того, чтобы, знаете, спикеры, весело. Это всё круто, конечно, это будет, но пережить опыт сделать невозможно. Сделай это в этом году, год божественности. Проявись, как Бог реально, и пусть весь мир подождёт. Аминь. Халлилуйя. Любимые, может быть, есть вопросы. Давайте буквально чуть-чуть времени уделю вопросам. Я думаю, мотивация зашкаливает, откровение мощное. Знаете, сохраните себе эту запись, я её потом дам, обязательно сохраните себе её. и в те моменты, о которых я сегодня говорил, просто включите, ещё раз перезагрузитесь, осмотритесь и скажите, где моё безумие? Вы запутаешься в узлах своих каких-то уствований, как решить, что решить, берёшь, достаёшь меч безумия и всё. Это непросто, это не так, как сходить на служение. Мы безумный Христа ради, идём в воскресенье в церковь. Это не безумие, это ерунда вообще. Аллилуйя. Я чётко вижу, что мы все здесь что-то пережили особенное. Особенное. И молитва особенная. Не каждый день ты молишься о безумии, да? Не каждый день ты хочешь обнаружить в себе такой камень, о котором ты готов разбить всю свою жизнь. Вау! Таких моментов не бывает много, иначе безумия бы не было безумием. Добрый вечер. Я поднимала ладонь, я Ирина из Анкары. Ну, в плане безумия, по-моему, я все эти пять лет проживу безумие. Есть личный вопрос, который я, понимая все это, очень долгое время нахожусь в атаках. И страх, осуждение. Я устала говорить, что я, ну, нет никакого осуждения. Я уже столько размышляю. она как рукавица какая-то ежовая, меня держит и не опускает. Я реально живу безумие. Я реально живу безумие. Молюсь иногда до утра, я немного молюсь на языках. Я стала делать вашу молитву тишины, даже, ну, вот, когда я просто, да, молчу, как вы говорите. Потому что я понимаю, что он верный. Но я не понимаю, почему ничего не происходит в моем внутреннем мире. Меня это, конечно, внутри опускает, но я тут же собираюсь и говорю, стоп, стоп, он сильнее. Одно время я никак не могла понять, что он. Ну, представляете, я представляю, что мне наполняет свет, свет, да, но нету места тьмы в свете, но нету, ни на физике, ни на каких других каких-то правилах. А как будто этот свет, он без силы, и я постоянно вижу себя в темноте. Я столько об этом думала. Как будто мой мозг не хочет, ну, как будто туда ни в чего не входит. Он как обливается вокруг, а вот в центр именно осознания оно не входит. У меня как будто там все расклеено в какой-то кисель. Сейчас, но я скажу вкратце, что я думаю вообще, да, но возможно это и другим поможет также. Дело в том, что из ваших слов я сейчас вижу, что у вас есть уже сложившееся представление о том, что с вами. Вот вы говорите там, там, контроль на разуме, или у меня там кисель там, или атаки, вот даже слово атаки, оно же, ну, вы диагностируете свое состояние, что у вас есть какие-то на вас атаки. И моя, ну, мой на сегодняшний день подход вообще к таким вещам, это отказаться от диагнозов, то есть, ну, то есть, не диагностировать самому себе, потому что вы себе говорите, я уже вынужден, даже если, вот, например, представить, что я врач, вы настаиваете, чтобы я лечил вас по вашему диагнозу. То, знаете, как приходит пациент к врачу и говорит, у меня почки болят, а он, врач ему постукал по бокам, говорит, у вас не почки болят, у вас нерв защемило в спине, он говорит, я вам говорю, вот почки, вот здесь у меня они болят. То есть, он ориентируется на свою боль, а доктор ориентируется не на боль только лишь, а на многие факторы и говорит, это не то, что вы думаете. И вот, мое мнение по вашей ситуации, что ваши диагнозы неправильны. Вот, неправильны. И первое, что нужно сделать, это перестать ставить себе диагнозы. Я вам говорю, это не атаки, это не контроль на разуме, и это не какой-то кисель и не какие-то осколки. В вас нет никакого духа, никакого, кроме Божьего. Это не исповедание, это факт. Вот, и всё остальное это уже вопрос, ну как бы, да, там, личных, личной консультации. Но, но, но первое, ну, номер один, вот, и это всем надо это слышать, друзья мои. То есть, кто к нам обращается, говорит, там, помолитесь против Аталии, помолитесь, у меня дух отверженности. То есть, они уже сами себе придумали, что с ними, а я должен делать, как они мне говорят. Я говорю, нет, нет. И, кстати, Ирина, очень схожа, ну, я не хочу ничего тут говорить там, чтобы вы себя почувствовали неудобно, но хочу сказать, что на самом деле, когда я говорю, что нужно отказаться от каких-то диагнозов, вот реально очень важно, когда люди ко мне приходят, они говорят, да я уже всё пробовал, и ваше, и там, и это, я сделал всё, что говорится, ну, что-то ничего не происходит. Знаете, вот само перечисление через запятую моих откровений, действующих, слово живо и действенно, перечисление через запятую и потом перенесение всего перечисленного в левую графу, типа, как это не работает, давайте в правую что-то запишем, это уже фальшстарт. Сама позиция, что что-то может не работать, она уже неправильная, абсолютно неправильная. То есть не может быть такого, что я это сделал, но оно не сработало, не может быть, не может быть, ты не сделал, вот просто я говорю, ты не сделал. Или там, я принимаю, что я нетленный, так это, но, вот где начинается но, ничего ты не принял, не принял ты ничего, ничего ты не принял. Как написано, Кто думает, что знает, тот ещё ничего не знает, как надо знать. Почему? Потому что если ты знаешь, как надо знать, оно работает. Вот и всё. Как определить, правильно ты знаешь или нет? Если не работает, как ты говоришь, значит, ничего ты не знаешь. Знать — это когда работает. Например, привожу пример. Вы кому больше поверите про зарабатывание денег? Тому, у кого есть деньги или того, кто учит за деньги, но денег нет? Ответ на поверхности. Ты знаешь, как зарабатывать деньги, если у тебя есть деньги. Если денег нет, ничего ты не знаешь, как надо знать. Потому что если бы ты знал, они бы у тебя были. Всё просто. И вся духовность, она именно за… Вот знаете, религия, она и прячет духовность за этим. Потому что всё, что ты знаешь, оно работает. А если не работает, ты не знаешь. Ты просто услышал новые термины, новые какие-то вещи, применил их к себе. Например, если бы вы меня спросите про нетление. Знаю я, что я нетленный или нет? Я сказал, знаю, но не всё. И даже в духе всё знаю, но реально не знаю всего. Потому что если бы это было так, то я бы даже выглядел по-другому. Я классно выглядел, что-то я знаю на эту тему, в чём-то имею откровение. Но не всё. Поэтому мы, когда мы об этом говорим, всё время напоминаем. Открывайся, сынок, открывайся. То есть знай так, как надо. На все случаи жизни. Последнее, что скажу. На все случаи жизни слова Иисуса. Познайте истину, и она сделает вас свободными. Ну, я знаю, что я свободен. Не-не-не. Знать, что ты свободен и быть свободным – это не одно и то же. Потому что когда ты по-настоящему знаешь, что ты свободен, ты свободен. И объясню почему. Что если ты думаешь, что ты не свободен, то ты и не свободен. А я вам предлагаю знать, что вы свободны. Ну, вот так. О, а вы появились. Поэтому, ну, как бы уже более глубоко или обширно, именно по вашей ситуации. Наверное, всё-таки это не в общем эфире надо делать. Но в целом предлагаю, и уже как бы похожие вещи я вам говорю. Вам надо отменить своё диагностирование. Это первое. Второе. Отменить вот этот перенос. Я всё это знаю в левую графу. Нет. Если это не работает, вы этого не знаете, и в это надо ещё глубже вникать. И ещё глубже вникать. До полного, полного, что называется, состояния, которое вас устраивает. И, по сути дела говоря, отвечу всем, кого не устраивает своё состояние. Вам нужно погружаться в откровение до тех пор, пока не будет состояния, которое вас устраивает. Ни из-за чего другого состояния не меняется. Молитва освобождения или от бесов, она нужна людям, которые не могут воспринимать сознанием истину. Что называется, когда человек в сумасшедшем доме лежит, он даже твою речь не воспринимает. Ну, Гадаринский одержимый. Он ничего не мог вообще воспринимать. А всем остальным Иисус говорил, познай истину, и она тебя освободит. Понимаешь, о чём я говорю? Да, понимаю. Но не согласен. А, ну если не согласен, так это уже другое дело. Ну, а в принципе, если познаешь истину, она тебя освободит. И по-другому и быть не может. Или ты знаешь, и оно работает, а если оно не работает, ты не знаешь. Ну, как бы. Так, кто у нас тут ещё руки держит? Ольга, Бельгия. Ирочка, мы вас ждём на школе Павла. Очень буду рад вас видеть. Пастор Андрей, у меня такой вопрос. Может, это есть у вас где-то в ваших видео, не все пересмотрело. В последнее время у меня такой вопрос о теле. Я понимаю, что тело — это наш храм. Вы это хорошо объяснили, что мы не из праха, что мы из невест пришли по плану Божьему. То есть мы принесли небеса в этом храме, в телесном. Но у меня ещё такой вопрос. Так как я работала в медицине раньше, в Украине, когда работала в ортопедии и в хирургии, я была присутствующая при ампутации. И у людей называются такие фантомные боли. То есть я хочу спросить, вот есть же тело духовное, есть тело физиологическое, есть тело, как ауры говорят, и есть тело, как говорят, эфирное. То есть может ли, как бы в моём понимании, эфирное тело — это память тела, об ампультированных руках, ногах или органах, потому что у людей проявлялись фантомные боли. Ноги нету, но люди чувствовали боль. У меня такой вопрос. Эти все тела, они входят в одно единое, вот это вот наше тело? Аура, вот если даже человек… Смотрите, человек, вот мы говорим по Библии, есть перемещение, телепортация тела, может быть, когда человек телесно передвигается, потом возвращается, но не помнит. Он только видит по одежде, что он где-то был, что-то делал, как в том, что вспоминает. Есть ли передвижение в Духе? Это же тоже тело духовное? Вот как разобраться с этим? Относится ли это всё в единое, вот это наше единое тело? Может, у вас есть уже ответ где-то в каких-то ваших предыдущих? Есть. Да, да, всё, я отвечу, потому что… Хорошо, спасибо. Во-первых, пожалуйста, всем, кто приготовился задавать вопросы, друзья мои, давайте будем придерживаться того, что мы сегодня слышали по школе Павла, по вещам, которые я сейчас озвучил, потому что просто так отвечать на вопросы, которые я там в Академии Божественности озвучиваю, в других видео, ну это не тот эфир, где я собираюсь это делать. Но поскольку я обещал отвечать на любые вопросы, то отвечу быстро на ваш. Во-первых, никто в христианстве попридумывали какой-то ерунды по поводу того, что такое духовное тело. Потому что выставляют всё так, что духовное тело — это какое-то тело духа, а есть тело недуховное. Запомните, недуховного тела вообще не существует, потому что то, что вы называете телесным телом, оно тоже духовное. Так вот, термин «духовное тело» означает «вообще тело одухотворённое», то есть тело, к которому вы относитесь с духовной позицией. Может, этот ответ вас разочарует или как-то слишком просто, но хочу сказать, что непосредственно есть тело уничижённое, а вот, как мы говорим, уничижённое тело наше. Кто его уничижил? Мы своим бездуховным отношением. Тело, которое не уничижённое, оно какое? Славное. А кто его делает славным? Ты. То есть твоя позиция с престола делает тело либо уничижённым, либо славным. Поэтому духовное тело — это не какое-то там ауроэфемерное. Это тело, которое ты наделяешь сознательно духовными характеристиками и как имеющий власть. Вот Иисус это продемонстрировал. Скажите, его тело духовное или нет? Мы иногда даже говорим, это духовное, это недуховное. А как мы определяем? Ну, если оно наделено духом, то оно будет духовным. Иисуса тело, оно славное. Нельзя его назвать недуховным, хоть оно и физическое. Как же оно тогда физическое? Мы говорим обычно, это духовное, это физическое. Это неправильное подразделение. Иисуса тело, оно славное. Его нельзя сказать, что оно недуховное. Это тело духа. И мы будем говорить, я сказал, пообещал, что на школе Павла я скажу, тело — это не просто храм, тело — это больше, чем храм. Но об этом на школе Павла я буду говорить, как на одном из элементов Академии Божественности. Насчёт эфирного тела, это такую версию выдвигает, знаете, когда люди хотят… Я знаю, что есть такое и девять тел у нас, кто-то ещё больше называет и так далее. Я больше отношусь так, что есть ипостаси, есть одно и то же тело, проявляемое в разных ипостасах, как одежды. Хочешь так, хочешь так. И люди, когда это считают, они считают по количеству. Проявился так, значит, вот так. Проявился так, значит, ещё одно тело. Проявилось вот так в сиянии, значит, ещё одно тело. Это всё одно и то же тело. Вот как Иисус пришёл на гору преображения и взял, засиял. Из этого можно сделать виду. О, у него ещё и сияющее тело есть. Да нет, это то же самое тело, а просто вот так проявилось. И одни считают проявления, как отдельные вообще личности. Вот отсюда берётся концепция троицы. Один и тот же бог, который может разговаривать сам с собой в образе отца и сына, преподносится чуть ли не как три бога. Так что тогда три? Можно и пять, и десять сделать. Он проявлялся и в других ипостасях. Ну и чё? Поэтому вместо того, чтобы плодить учения о телах, нужно понять, что такое есть вообще твоё тело. И его разные ипостася не надо делать разными телами. Это одно тело в разных его проявлениях. Ну вот и всё. Точно так же, как… Ну приведу ещё более простой пример. Когда мы говорим, например, «дары Святого Духа», апостол Павел, столкнувшись с этими проблемами, он говорит, «это всё один и тот же Дух, но проявляется вот так, или так, или так». А в Коринфе уже начали, погнали тему. Значит, это одно, это второе. Что больше? Исцеление или мудрость, что больше? Он говорит, «Так это ж один Дух, как оно может быть больше или меньше?» И мы о своих телах рассуждаем, как дураки иногда. Духовное тело важнее, физическое в пренебрежении. Это одно и то же тело. Поэтому, забегая вперёд, помните, я говорил, Иисус дал себя потрогать и говорить, «это я сам». А Бог есть Дух. Так в смысле? Ну вот я тебе и даю себя трогать, это я сам, это и есть Дух. Так это ж тело. Ты же сам говоришь, плоти, кости и кровь-то. И вот это мы чуть-чуть подробнее разберём на Академии, на школе. Поэтому, ну, так вот. Не усложняйте. Будет ли водное крещение? Всем, кому нужно будет водное крещение на школе Павла, мы сделаем вам его. Хорошо. Второй вопрос. Можем даже утопить тех, кому не надо. Второй вопрос. Планировалась поездка в Эфес. Она будет? Вы хотите в Эфес? Ну, хотелось бы. Смотрите, я напомню, что я сегодня сказал. Ладно, я вам скажу, куда будет поездка после школы. Хотите знать или нет? Ну да, мы 30-го вылетаем, так что, может быть... 30-го рано вы вылетаете. Так, 29-го, 30-го, хоть днём или когда у вас там? Днём, скорее всего, да. Ну, если есть возможность как-то что-то поменять, я всем говорил, что лучше всего 1-го числа улетать. Ну, мы брали ещё в горе путёвки. Мы говорили, два дня ещё оставляйте в запасе, будут поездки. Смотрите, куда я хочу вас свозить, родные. Вы будете очень рады. Помните, я говорил, что мы сделаем специальную молитву прямо на золоте? Ну, это вы, да, говорили, что будет Каппадокию и... Нет, нет, это не Каппадокия. Каппадокия будет у нас в середине школы. В середине. В какие-то два дня в середине школы у нас будет Каппадокия. Мы поедем туда с ночёвкой, будем летать на шарах, посетим подземный город и совершим там молитву. Очень крутую. Это будет в середине школы. А после школы у нас будет поездка в Сардийскую церковь. Это одна из церквей, из семи церквей апокалипсиса. Вы помните, «Ангелу Сардийской церкви напиши». И вот эта Сардийская церковь и вот этот город Сардийский. Я буду там на месте молиться, рассказывать об этом. На самом деле этот город, он стоял на золоте. Там была река, в которой было огромное количество, там добывали золото. И это первый город, где начали выдавать кредиты. Вообще. Это был богатейший город. И церковь Сардийская была богатейшая вообще. Там было просто золото, там деньги, всё. И кроме того, что мы посмотрим на эту церковь и остатки этого города, мы совершим там молитву за финансы. Это будет как часть бизнес-собора. Я реально верю, что на многих людей придёт откровение, прямо их расширение по поводу финансов. Очень сильное. И поскольку там выдавались кредиты в этом городе, один из первых городов, где выдавались кредиты, то я думаю, что кто-то по приезду позакрывает все свои кредиты. О! Спасибо. И последний вопрос. И вот это будет... Да-да, сейчас я договорюсь чуть-чуть. Это будет поездка после школы. То есть 28-го числа, воскресенье, мы заканчиваем официальную часть. И 29-го с утра мы выезжаем вот туда, куда я сказал. Это вот наш такой план. Это будет с ночёвкой прямо в Сардийском городе в этом. Я думаю, это будет очень круто. По поводу там цен и организационных вопросов мы скажем позже. А вот, то есть позже, да, по поводу по этой поездке. И последний такой вопрос, как бы просьба. Можно вам написать личку вот по поводу этого вот, что мы говорили, что по поводу безумия. Ко мне пришло, что для меня как бы будет безумие. Поделиться, можно будет вам написать? Хорошо, да, напишите, да. Хорошо. Просто это такое. Я, может быть, не сразу отвечу, потому что у меня там в личке... Нет, это без вопроса. Мне вам как бы озвучить, чтобы вы были как бы в курсе. У меня в личке тропа народная не зарастает там просто. Спасибо. Мы вас очень любим. Огромное спасибо, что с нами... Я убираю ручку. Так, ну давайте так. Лидия Павлюкова. И потом уже все будем... Я отвечу на вопрос, еще кое-что скажу и будем заканчивать. Лидия, где вы будете на видео? Всем привет. Классную тему вы сегодня сказали. Я вот хотела спросить у вас. Иногда приходит такое, момент в жизни, когда ты устаешь верить. Когда ты устаешь, наверное, дерзновенно переть вперед, что ли. И хочется вот иногда таких состояний, когда ты хочешь просто сдаться и сказать, делай ты Господь. И мне вот вопрос, где вот в таких моментах должен быть ты, а где Господь? Вот я хочу сказать, что, например, такие вещи, как рак, наркотики, алкоголь, все это, все, что сталкивается человек, да? И когда ты хочешь просто придушить это или выбросить куда-нибудь эту гадость, чтобы она, ну как бы вот, не знаю, вот понятный вопрос. Хочешь придушить и что? Ну вот, как бы вот, иногда хочется просто вырвать это, выбросить, ну вот, чтобы освободить человека. Так и надо, да, ну, а как это вот, типа, дерзовенно, вот как вы на примере сегодняшнем делали, да? Веровать или своими усилиями как-то, вот как вот вы, например, это в течение нескольких дней как-то, это не есть ли человеческие какие-то подуги? Я просто вот немножко, может, что-то не понимаю, не знаю. Вот, поясните как-то. Хорошо, давайте я буду отвечать потихоньку, хорошо? Ага. Смотрите, вот, хорошее задало помазание на вопрос, правда? Что если, давайте, первая часть вопроса, что если ты устал верить и хочется просто плюнуть на всё и это самое? Смотрите, друзья, ошибка. Мудрый Соломон, он говорит, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. О чём он здесь говорит? О надежде. Если ты устал, то ты в надежде, ты не в вере. Вера – это как кокаин, как наркотик. Ты в нём становишься отвязанным, он сам тебя несёт, тебе не надо напрягаться. Извините за сравнение с кокаином, потому что под кокаином люди становятся мегаидейные такие. Им кажется, что они тут сейчас море им по колено, они такие прямо как энергетик такой мощный. Вера, она не может делать человека усталым, потому что она несёт на своей энергии тебя, ты ничего не делаешь. Ты как реактивный самолёт, сзади тебя маслают турбины, и ты не машешь крыльями. Вы заметили, что самолёт не машет крыльями? Его несёт энергия сжигаемого топлива. Вот это вера. Когда человек устаёт, это значит, наоборот, что веры у него не было. Точнее, не то, что веры не было, она у него есть как дар, но он её не чувствует. Когда ты не чувствуешь веры, тогда ты начинаешь из себя её выдавливать, и ты устаёшь. И вот вывод, вывод, формула. Если ты устал, то ты не от веры устал, ты устал от неверия. Именно от того, что ты находишься в измерении надежды, она изматывает тебя. Надежда. Потому что надежда, она ожидает. Она ожидает. Помните, говорит, когда ты видишь, чего и надеяться. А когда ты видишь, когда веришь, ты уже не надеешься, всё, ты не устаёшь. Это первое. Второе. По поводу там рак и как это всё вырвается там, короче, да. Понятное дело, что когда я сейчас привожу свой пример, как я действовал, я не действовал, как я уже сказал, по откровению или там у меня нельзя это назвать такое, что это вера. Это безумие. Знаете, вот как небесный продукт, он вообще не нуждается в том, чтобы во что-то там верить. Он просто вопреки всему. Вот. И поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то тяжёлыми ситуациями, там рак или ещё что-то, то есть понятное дело, что и когда я говорю, что если у тебя нету веры там или нету какого-то импульса действовать радикально, вот так скажем, поступай по любви. Потому что, честно говоря, всё равно многим людям, давайте я вот правду скажу, будут все пытаться помочь, но в итоге ничего не получится. Они не выживут. Это не потому, что мы так решили или мы сдались, или мы так хотим. Ну вот так вот получается. Пока что. Вот. Поэтому, когда сталкиваешься с ситуацией, ты сам решаешь. Тебе, во-первых, нельзя заставлять никого быть радикальным, кроме самого себя. Например, я не тот человек, который перестанет давать таблетки ребёнку. Нет. Вот. Для этого, если даже это и делать, вот кто-то пишет, вы же верили, что кровь работает. На тот момент, я же описывал ситуацию, я сказал, или твоя кровь работает, вот это работает, о чём мы говорим, кровь, либо я вообще тогда не знаю, во что верить. Всё. То есть, у меня не было веры в кровь, это была как последняя зацепка. Но я в неё упёрся радикально. Упёрся радикально. Ну, поставил на всё. Но я знаю случаи, когда люди похожие вещи делали, они, например, переставали давать таблетки или принимать таблетки и умирали. Почему с ними это происходило? Вот со мной, например, вот так случилось, и я вырулил, а с ними так происходило. Я не знаю. Я же не заглядывал внутрь этих людей, что они переживали. Что я переживал, честно говоря, это безвыходность. Безвыходность. Иногда человек начинает пытаться верить, потому что у него какой-то как будто выход. Ну, то есть он всё ещё играет. Играет в веру, играет в какие-то духовные принципы. Он всё ещё думает, что что-то может сработать. А у меня уже такое, как головой в стену упёрся, сказал, или это работает, ну, знаешь, чуть ли не помирать, так помирать. Ну и что? Ну всё тогда. И у меня это сработало. То есть это такой принцип, как будто ты до дна дошёл, оттолкнулся и всплыл. И на самом деле, друзья мои, то, что иногда кажется радикальным подходом, вообще не является радикальным подходом. Есть религиозный фанатизм. И это не радикальный подход. И кто-то может сказать, а где эта грань? Эта грань, она очень тонкая. Это в каждом случае ты просто, ну, как ты чувствуешь. Ну нельзя взять и выписать рецепт. Ну что нам делать, когда у человека там рак или наркотическая зависимость. Я за радикальный подход. Я за инструменты. Я за всё, что работает. А что у тебя будет работать? Ну подумай. Ну я не знаю, просто вопрос в чём, когда хочется вырвать, что я, например, не устаю. У меня нужды идут рекой просто, друзья мои. Если бы вы читали всё, что мне присылают, за что помолиться, это, ну, дикий ужас просто. Вот кто был в служении по-настоящему, принимал потоки нужд, вы меня понимаете. И каждый раз, вот, знаешь, я не буду думать над каждой нуждой, какую бы именно особенность сюда проявить. То есть ты уже действуешь как большой, что в моём присутствии гаснут все нужды. Именно так я настраиваюсь. Не хватает радикальности. Я же говорю, что даже в этих вопросах мудрость какая-то во Христе нужна, как действовать, потому что мы живём в измерении надежды. Как я уже сказал, измерение надежды — это когда ты можешь утомляться, не видя результата. На самом деле, друзья мои, вот последнее, что скажу ещё, Лидия, немножко просто вы размыто вопрос за проблемы, за рак задали. Вот за надежду, которая утомляет, я отвечаю чётко, потому что вопрос чёткий. Почему устаю от веры? Не устаёшь от веры, устаёшь от надежды, не сбывающейся. Вот. А что касается, как вырвать, если оно мне всё надоело, там, основание. Вот смотрите, друзья, я отвечу, ну, коротко ещё на этот момент, потому что это важно. Когда у тебя ты видишь много нужд, как вы думаете, вот я начал, мне проступает много нужд, как я выживаю, как я не унываю, как я сохраняю торжество и бодрость Духа? Прежде всего, чем хвататься за какую-то нужду, что-то решать, что-то сдвигать, позаботься о том, чтобы обнаружить себя в твёрдом основании. Ты ещё до конца, когда берёшься за это, не знаешь, получится у тебя помочь человеку или нет. Ну, давайте вот называть вещи своими именами. Но есть ещё побочный эффект. Ты знаешь, что есть всегда вариант, что если у тебя не получится, оно может ударить по тебе и сделать такой отказ, что ты потом годы не вернёшься в служение. Это намного страшнее. Это намного страшнее, потому что человек, даже если умрёт, о нём позаботится, отец. Всё с ним нормально будет, всё равно, всё будет хорошо. Но тебе продолжать. И поэтому, когда я берусь за это, я заботюсь, чтобы я был непоколебимым. В Библии написано, делайте своё избрание непоколебимым, твёрдым. Да мало ли, с чем ты встретишься. Да мало ли, какая ситуация у тебя там не получится или ещё что-то. Вы сталкивались, когда новообращённый идёт проповедовать своим друзьям, а приходит пьяный домой? Ну вот, пошёл проповедовать друзьям-алкоголикам, я теперь во Христе, они там что-то, ой, да садись там. И он говорит, ну я решил им показать, что я свой, нерелигиозный, выпил, и в итоге домой пьяный приходит. Я тысячу таких ситуаций видел. Я говорю, видишь, они в своём влиянии сильнее, чем ты. И это намного страшнее. А эти люди, они потом плачут, говорят, да я не хотел с ними пить, я не хотел. Вот то же самое со всеми нуждами. Ты когда идёшь браться за нужду, ты должен знать, ничто не должно бросить тень на твоё торжество. Как я был в радости, так и буду, независимо, умер человек от рака или исцелился. Звучит это, конечно, очень дико и радикально, но другого выхода нет. Это именно та позиция Божья, которая говорит, куда смотрит Бог? А там детей режут, а убивают, но он тем не менее, гнёт свою линию, ведёт человечество к торжеству славы. Знаете, независимо от падения ещё. Поэтому, Лидочка, я понимаю, что у вас есть ситуации разные, Лидочка, разные ситуации. Мой совет вам — займитесь тем, чтобы вы не уставали, не разочаровывались. Это намного важнее, чем помощь всем людям, вместе взят. Потому что вы никому не поможете в таком состоянии, если вы будете расстраиваться и уставать. И помните, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Будьте в вере, и вам надежда туда не нужна будет. Будьте под этим кайфом, под этими турбинами, знаешь, когда я смотрю, вот если вы меня сейчас спросите, у тебя людей больше исцеляется, либо не исцеляется. Извините, но я вынужден это признать. У меня больше людей не исцеляется, чем исцеляется. Потому что по сравнению с потоком нужд, поток свидетельств меньше. Поток нужд огромный, а свидетельств, она река просто. А свидетельств такая, ну река, но поменьше. Думаете, меня это устраивает? Нет. А почему меня это не приводит в уныние? Хотя я очень ревностно отношусь и скажу вам всем в открытую, что когда, если у меня на эфире, или вдруг я чувствую, что как будто бы свидетельств стало меньше, я тут по стенкам дома бегаю. Моя жена вам подтвердит. Я иногда кричу, я говорю, где исцеление? Где чудеса? Что это такое вообще? Что происходит? Алло, а ну, где ходатай? Где молитвы? Ну, быстро там. И потому что я так ревностно отношусь, потом смотрю, хоп, опять волна пошла. Градус, держу все время градус. Я не говорю, что меня это не расстраивает, но я знаю, что с этим делать. Поэтому, если у вас что-то не получается, делайте еще, еще, и держите состояние. Не сильтесь верить, а живите в эйфории веры. Ну, вот так. Хорошая проповедь, правда? Я просто думаю, знаете, что, вот вы говорите, я буду всегда тут жить на земле, я думаю, господи, все время жить, и все время вот это вот, смотреть на все вот это, на что происходит. Действительно, если бы взять вот эту вот позицию, что ты бог, и ты пошел, и все исправил, классно. Я тогда согласна, но вот так жить и, ну, вот так вот смотреть на все эти… Кто находится, Лида, кто находится в стабильном состоянии божественной природы, тот уже все исправил. Как вы думаете, у Бога есть такое состояние? Блин, я еще не все исправил. Нет такого состояния. Именно поэтому он и говорит, все я совершил, я уже все совершил. И Библия называет его блаженным Богом. Поэтому, когда тебе хочется все исправить, скажи, я уже все исправил. Я уже все исправил. То есть, живи хотя бы в этом состоянии, блаженство, иначе ты вообще ничего не сдвинешь с места. Запомни, есть принцип, который идет через все наше служение. Это правило номер один в любом управлении. Называется так. Наслаждайся и управляй. Как только ты теряешь рай, ты теряешь всю землю. Как только потерял Адам, источник наслаждения Эдем, он потерял всю землю. Земля стала превращать его в раба. Поэтому, как только ты потерял источник радости, самое интересное, что тебе кажется, что весь мир погряз в болоте. Интересно, что когда источник радости в тебе бурлит, тебе кажется, что земля полна славы. Вы заметили это? Вот как только у тебя настроение хорошее, тебе кажется, что весь мир — это просто сплошное удовольствие. Тебе говорят, так там война идет, там еще что-то. Ты такой, ничего, Господь царствует, аллилуйя. И все. Поэтому, как ни крути, все внутри тебя. А насчет того, что там уйти куда-то на небеса, ты просто надо себя приучать к мысли, небеса — это где я? Уходить-то и некуда. Это не какая-то проклятая земля, на которой теперь придется жить и бесконечно все исправлять. А это небеса, это там, где ты. Это твое измерение, твой дом. Иисус так и сказал, дано мне всякая власть на небе и на земле. Мне нравится. Друзья мои, наслаждайте себя этими мыслями. Наслаждайте, не уставайте. Серьезно. Не грязните вы в этих нуждах. Понимаете? Скажите иногда сами себе, как Иисус сказал. Он говорит, нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Так и вы. Скажите сами себе, нужды всегда при себе имею, а себя не всегда. Что значит себя не всегда? Иногда ты себя теряешь в этих проблемах. Все время будь в себе, будь в наслаждении, будь в торжестве. А это нищие они всегда будут, ничего страшного. Хорошо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Родные мои, вам полезно было послушать эти ответы вообще? Я думаю, полезно. Я бы, честно говоря, вот особенно когда Лидия спросила, я бы, вот у меня состояние такое, что хочется взять часть, что-то изнутри себя и отдать, чтобы вы реально ходили в торжестве. Как мы не говорим за это? Ну, приезжают люди на конференцию, веселятся, изображают торжество, но в личку потом мне такое приходит. Я думаю, да как же вы вот… Ну, неужели вы думаете, что торжество — это просто мероприятие? Торжество — это твоя душа. Торжество — это непобедимость. Знаете, они говорят, так что торжество — это рот до ушей, хоть завязочки пришей. Ходишь и улыбаешься, как дурачок. В этом торжество? Я говорю, ты не понял. Ты меня спросишь, ты всегда радостный? Да ты чё, блин, я злой иногда бываю. Злой такой, что хочется разнести что-нибудь. и ты скажешь, так а где же торжество? Вот так вот, я веселый и злой, потому что моя злость, она меня не топит в унынии. Это вызов, знаешь, как будто из настоящего мужика поднялось, просто негодование по поводу какой-то ситуации. И я её беру, знаете, как люди учатся всё вокруг превращать в топливо. Мусор, там разные отходы превращают в топливо, в полезное. Так вот, даже если ты злой, бери и обращай это в топливо, в добро. Написано, всякое зло можно обратить в добро. Ну и что, что я злой? Самое главное, что я не остановился. Я беру, я знаю эту управляемую, я сейчас отдышусь, успокоюсь, и всё. Иисус никогда не сказал, что должно всегда молиться, а не злиться. Помните? Он сказал, должно всегда молиться и не унывать. когда ты злой, это ты живой ещё, нормальный. Когда ты возмущён, в гневе, чем-то, знаешь, даже какие-то, может быть, нездоровые какие-то вещи, ты живой, всё нормально. Но вот когда ты уныл, написано, печаль мирская производит что? Смерть. Поэтому всё, кроме уныния, нормально. Всё, кроме уныния. Вот это и есть торжество. Если я злой, я всё равно в торжестве. И последний раз уж завели за эту тему, за торжество. Вы помните, на брачном пире хозяин подошёл к этому кисломордому и говорит, как ты сюда попал? А тут написано, а он молчал. Знаешь, если бы он был злой, он бы сказал, да что вы тут, что тут за праздник-то? Да, там, возмутился. Был бы он ещё каким-нибудь, он бы выразил своё чувство. Но он был вот этим, что называется, не холоден и не горяч. Кислая, глупая, тупая физиономия. Хуже не придумаешь. Хуже не придумаешь. Поэтому торжество — это всё кроме уныния. Даже злой ты в порядке. Даже возмущённый ты нормально. Даже ревность ты проявляешь. Это всё нормально. Но когда ты унылый, вы читали, что Бог — он ревнитель? Читали? О гневе Божьем читали? Читали. А о том, что дух раздражается? Читали? Читали. А теперь у меня вопрос. Вы читали что-нибудь про унылого Бога? Все эмоции, кроме уныния, оказывается, у Бога есть. Вот Бог унылый я нигде не читал. Злой читал, ну там, гнев у него, да, там. раздражённый читал, блаженный читал, весёлый, ну все эмоции, но нигде не написано про унылого Бога. И поэтому только про уныние написано, что уныние рождает смерть. Поэтому жизнь в торжестве — это не род до ушей и не какая-то клоунская радость. Жизнь в торжестве — это жизнь полной грудью. Всё, кроме уныния. Всё нормально. Всё с тобой хорошо. Вот такая вот, знаете, нерелигиозная позиция. Вам нравится это? Наконец-то можно живым быть, ребята, а не ходить и улыбаться лицемерно. Будь живым, будь нормальным. И даже если что-то не так, просто там позлился, ну и что? Бог тоже гневался. Написано, гневается. Дух раздражается. Не раздражайте, Духа написано. А что я не могу раздражаться? Могу. Всё с тобой нормально. Не слушай просто всякую церковщину. Вот есть слово такое — церковщина. Есть бесовщина, а есть церковщина. Скажу по секрету, это одно и то же. Понимаю. Хорошо, родные. Всё, уже вопросы закончились. Все организационные вопросы. Итак, мы поедем в Каппадокию, мы поедем в Сардийскую церковь, молиться, стоя на золоте. Вау! И, конечно, у нас будет корабль с салютом на воде. Я уже не говорю про помазание, славу и всё, что мы... Я приготовил там... Уй, уй, уй. Я, представляете, перед эфиром с вами сегодня в Зуме сижу, чайок попиваю, и вдруг у меня пошла трансляция. Я такой раз за телефон, и за полчаса прямо выродил тему, которая у нас будет на школе Павла. То есть, я уже в облаке, меня захватило, я уже готов просто... Да. Поэтому, дорогие, я с вами уже прощаюсь, отпускаю. Я люблю тебя. Вот прямо на тебя пальцем показываю. Я тебя люблю. Я тебя очень жду. Будь безумным и приезжай. Подумай, где твоё безумие, чтобы приехать. Спасибо. Спасибо. Всё, родные. Если что, пишите в чат. Мы ещё, те, кто едет на школу Павла, мы ещё за неделю, где-то за дней 10 до школы снова соберёмся в Зуме, и я вам уже все-все секретики расскажу, что будет. Хорошо? Вот. Ну, почти все. Оставлю место сюрпризов. Вот. Ну, и я с вами во все дни до скончания века. Пока. Это школа божественности. Она для того, чтобы взять тебя буквально за руку и перевести в этот уровень познания, где уже нету я и он, а где есть я и есен. В познании себя в этом состоянии, которое позволит тебе оперировать с божественной природой, а не просто ждать, что какая-то божественная природа будет с тобой взаимодействовать. Человек является жизнеобеспечивающим центром всей планеты. Круговорот огромных энергий, началь, сил, властей только через человека, мой друг. Это та новая упостась, в которой Бог решил жить сам лично, сотворяя землю. У человека по сути своей выбор только один признать свою божественность как явление Отца. Это жизнь в сознании ныне, что ты божественный. Реально они поймут, что они те, кто послан влиять на небеса и на землю. Редактор субтитров А.Семкин